Итак, когда бактерии, грибы и все остальное начало расти на чашках Петри совместно, когда только начало все это развиваться, сразу же ученые, микробиологи заметили, что некоторые растут дружно, а некоторые растут совсем не дружно. Собственно говоря, с этого началась эра антибиотиков, эра антибиотических веществ. Случайным образом был открыт пеницилл и в общем развитие этого направления понеслось. Естественно, что были сделаны такие очень большие прорывы в области медицины. 6, 7 и далее поколение антибиотиков, которыми мы лечимся, мы имеем. Но естественно, что параллельно пошло развитие вот такой защиты уже в области растениеводства. Почему сейчас такой взрыв интереса к подобного рода защите растений? Связано это с тем, что по крайней мере на протяжении последних 50 лет мы, ну мы, в смысле все человечество, да, вылили в поля такое колоссальное количество пестицидов. Причем, если говорить о пестицидах ранних поколений, они еще и не разлагаются. Они еще имеют кучу всяких побочных эффектов. Они накапливаются в биосфере и нам по цепочкам, по цепочкам передаются в питание. Мы, ну можно вспомнить печально известные примеры того же ДДТ, там еще чего-то, да, ну такой классический пример с ДДТ, когда все пели оды, говорили все замечательно, ура, все очень хорошо. Потом оказалось, что и пингвины в Антарктиде тоже накапливают это ДДТ. И на самом деле, когда мы взвешиваем, да, это вернусь немножко к ГМО, когда мы взвешиваем, что же лучше, да, все-таки пестициды или ГМО, многие как-то склоняются к тому, что ГМО, по крайней мере, безопаснее. Потому что если в отношении пестицидов нам опасности известны и понятны, они точно есть, то в отношении ГМО никто не знает. Все, все, вся вот эта суета вокруг ГМО, это не что иное, как борьба рынков, да, то есть те, кто заводы, которые производят химические средства защиты нагнетают, да, эти там себе борются и так далее. Ну, сейчас, конечно, не про ГМО, сейчас про средства защиты растений. Проблема в том, что действительно те химически синтезированные средства защиты растений действительно являются достаточно опасными, ну, и для окружающей среды, и для здоровья. Ведь в окружающей среде все очень связано, да. На сегодняшний день в рыбе находят, даже в мышечной ткани рыбы, находят уже частички микропластика, которыми, да, мы пользуются в качестве скраба, да, косметического средства, мы в канализацию, канализация в реку, река, в океан, и пошло, да, и мы едим рыбу, и вместе с рыбой потребляем частички микропластика. То есть это уже реалии сегодняшнего дня. Ну, а что уже говорить там о каких-то химически синтезированных пестицидах? Ну, такая просто очень простая схематическая картинка из интернета, как что-то вот экосистема, как она связана. И понятно, что с помощью, с помощью из-за, да, использования средств защиты растений, вот этот процесс разрушения очень сильно нарушается, да, потому что если мы используем фунгициды химически синтезированные, они накапливаются, и у нас перестает нормально идти процесс естественного компостирования в почве, да, то есть органические остатки попросту не разлагаются нормально, не возвращаются питательные вещества в почву, не функционирует почвенная биота, не функционируют черви. Кроме дождевых червей, там колоссальное огромное количество всевозможных живых организмов, которые перестают нормально функционировать из-за того, что им нечего есть. А нечего им есть, потому что грибочки не нарастают, они ими питаются, а грибочки не нарастают, потому что мы фунгициды ахнули туда, и всё. Ну, понятно, что всё это внесение, сперва оказалось, что мы решим продовольственную программу на корме человечества, а когда накормили человечество, оказалось, что мы таким накормили человечество, что а, изгадили природу, и второе, б, что нам самим это есть уже неприятно. Поэтому вот сейчас, когда идеи развития органического земледелия очень-очень-очень активно развиваются, в том числе и в нашей стране, вот эта биологическая защита растений получила, ну, некое второе дыхание. Институты микробиологические, различные учреждения, научно-исследовательские, учебные, вузовская наука. У нас достаточно много центров в республике, ну, для такой небольшой страны, которые занимаются разработкой различных биопрепаратов. Это Институт микробиологии, это Институт защиты растений, это Биологический университет, Биологический факультет Белгосуниверситета, ну, и другие большего или меньшего размера группы исследовательские, которые этим занимаются, в том числе Институт экспериментальной ботаники. Ну, есть разработки всевозможные. Многие из них определили для себя некие ниши, да, в рамках которых работают, специализируются и выпускают препараты с таким достаточно хорошим качеством и хорошим спектром. С учетом того, что интерес к этим препаратам сейчас возрастает, и качество препаратов возрастает. Естественно, там, где покупают, там есть финансирование, там есть инвестиции в дальнейшее развитие, в какие-то разработки дальнейшие, и раз тема эта начинает развиваться, то сама отрасль тоже вся начинает хорошо развиваться. Поэтому на смену старым препаратам приходят более новые и так далее. Итак, среди большого количества биопрепаратов мы можем выделить какие-то определенные группы. Когда мы говорим о биопрепаратах в целом, то есть мы подразумеваем, что это могут быть некие химически синтезированные вещества, такие как, например, янтарная кислота, гуматы, химически синтезированные гормоны растений, ауксины, гибереллины. Все это синтезируется сейчас химиками-органиками на производствах и предоставляются как какие-то альтернативные средства для стимуляции роста, для регуляции роста, для регуляции фитоиммунитета, та же солициловая кислота и многие другие. Они тоже относятся к биологическим биопрепаратам, потому что они воздействуют не на патоген, они не убивают патоген, а они воздействуют на растение таким образом, что оно начинает лучше себя чувствовать. Здесь можно привести некие параллели между антибиотиком, который мы пьем, когда заболели, и витаминами, которые мы потребляем, когда мы не хотим заболеть, для того чтобы поддержать свой иммунитет, свои защитные силы организма. Поэтому это тоже вполне себе биопрепараты. Биосинтезированные вещества, авермиктины, антибиотики, чем они отличаются от первой части? Тем, что они синтезируются микроорганизмами чаще всего. То есть есть промышленность микробиологическая, где живут какие-то микроорганизмы, бактерии, грибы, еще кто-то. Они нарабатывают в культуральную жидкость, то есть ту среду, в которой они живут, какие-то вещества, которые потом очищаются, стандартизируются по концентрации, делается препаративная форма и нам продаются. Поэтому, когда мы говорим о биологической защите, в том числе мы говорим и об авермиктинах. Это очень важная группа, потому что это и инсектицид, и он придерживает нематоду, и, в общем, и клеща, и многое другое. Это фитоверм, это октофит, ну и подобного рода препараты. Различные экстракты. Растения чаще всего экстракты, такие как НВ-101, косил и прочее. Чаще всего мы можем встретиться с экстрактами хвойных растений. Почему? Потому что они содержат достаточно большой комплекс биологически активных веществ, которые воздействуют многогранно на растения, которые мы выращиваем в саду, огороде. Соответственно, тоже и стимулируют их рост развития, и регулируют их обмен веществ, и улучшают фитоиммунитет, и делают многие другие полезные вещи. Семейство вот этих биопрепаратов сейчас тоже огромное. Просто огромное. Есть такие препараты, из которых, например, из эхиноцеи, к примеру, выделили сумму оксикоричных кислот. Они тоже обладают очень сильным биологически активным действием, но невыгодно выращивать в большом количестве эхиноцею, потом что-то выделять оттуда, определять концентрацию, стандартизировать, разбавлять и так далее. Взяли эти оксикоричные кислоты, синтезировали химическим путем химики, органики, и наделали из них тоже много-много всяких разных препаратов. На утикетке может быть нарисована там эхиноцейка какая-нибудь, но на самом деле никакой эхиноцеи там нету, там есть просто химически синтезированные вот эти активные вещества. Поэтому это когда экстракты переходят в категорию химических веществ, то есть выделили активное вещество. Хотя здесь всегда есть нюанс, понимаете, нюанс как с той же куркумой. Мы говорим на канале частенько о куркуме, где-то в вопросах ее упоминаем. И получается, что многими исследованиями показано, что вроде бы основной вот этой красящей, частью антиоксидантной, антибиотической являются куркуминоиды. Их тоже, в общем-то, можно синтезировать без проблем. А можно выделить, очистить из корня куркумы и попробовать ими поработать, чистыми куркуминоидами. Так вот, активность экстракта куркумы из нормального порошка гораздо выше, чем активность самих куркуминоидов. А в отношении некоторых эффектов вообще куркуминоиды не активны, не получаются выявить у них активности. То есть вроде бы мы говорим куркума, выделяем куркума. То есть на самом деле не куркуминоиды там играют роль, хотя они являются основой, как бы такой основным компонентом этих корней. То есть там есть еще что-то, возможно, что химики не выделили и еще не изучили. Может быть, оно там находится в крайне низких концентрациях. Но именно оно обладает этим большим эффектом. Поэтому сказать, что вот эти химически синтезированные активные вещества будут работать точно так же, как, скажем, экстракты из, вот, сумма, да, когда экстрагируются там из растений, нельзя наверняка сказать. Вообще, как правило, вот эта сумма веществ, которые экстрагируются, она зачастую бывает гораздо более активной. То есть если химикам удалось именно то самое вещество вынуть, то это большая удача, да, то есть им повезло. Тогда они попали во что надо. А на самом деле не всегда это получается. И вот с куркумой это просто такой классический пример, когда стали синтезировать химически куркуминоиды, запихивать их в капсулы и продавать как биологически активную добавку против рака, там бог знает чего, еще, а ничего не вышло, да, не работает она на самом деле, не они там главное. Кроме того, метаболиты, да, ну метаболиты несколько созвучны с биосинтезированными веществами, но в отношении биосинтезированных веществ там есть конкретно выявленное активное начало, которое действует. Его выделяют, очищают, стандартизируют по концентрации, упаковывают и продают. А что касается метаболитов, то это какой-то нестандартизированный экстракт, то есть там микроорганизмы наработали, нам работали, наработали, и тогда на составе написано, содержит метаболиты, аминокислоты, витамины, биологически активные вещества, через запятую все-все-все это перечисляется, но что конкретно там есть, в какой концентрации, что именно действует, ну неизвестно, да, то есть вот просто известно, что культуральная жидкость после того, как там порастили грипп или порастили бактерии каких-то, очистили их от живого начала и разбавляют в какой-то концентрации, оно имеет определенный эффект. Тогда это будут подобного рода метаболиты. Это к вопросу о том, что можно размножать, а что нельзя, да, вот все пока что, о чем я говорю, размножать нельзя. Естественно, живые клетки, вот эти биопрепараты, микробиологические препараты для защиты растений, их как раз можно воспроизводить. В этом случае на упаковке всегда написано, что это за организм, в каком количестве он там содержится, что там эти живые клетки есть, там до определенного срока годности вам гарантируется, что эти живые клетки там есть и препарат будет работать. Ну и сходная подобная группа препаратов это метаболиты плюс живые клетки. Ну если мы берем, например, фитоспорин в виде порошка, то там есть только споровая масса, с чем-то перемешанная, с каким-то носителем, только клеток сенной палочки. А если мы берем фитоспорин в жидкий, то это, кроме того, что мы берем клетки, споры, мы еще и берем вот все те важные антибиотические и регуляторные вещества, которые остались в той культуральной жидкости, которая осталась, ну собственно, в которой все эти клетки болтаются, в которой они там жили. Поэтому подобного рода препараты обладают гораздо большей, большей ценностью. Поэтому если у вас есть альтернатива, то всегда выбирайте препарат, например, в жидкой форме, если он продается в жидкой форме. Потому что он будет содержать в себе много всего другого. Не все можно продать в жидкой форме. Не все выгодно продать в жидкой форме. Где-то бутылка раздувается, потому что там все еще продолжает что-то жить. Где-то просто дорого везти. Знаете, что такое за 5000 километров по огромной России везти бутылки? Лучше таблеточки легенькие высушить, сделать это гораздо эффективнее. Поэтому производители в этом смысле приспосабливаются так, чтобы им было выгодно, ну и нам тоже удобно. Где-то продлить срок годности необходимо и так далее. Что же находится в основе живых биопрепаратов? Находятся бактерии, грибы, водоросли и вирусы. Вообще вирусные препараты являются, наверное, самой малочисленной группой. Ну как и водоросли. Из водорослей среди биопрепаратов существуют только препараты на основе хлореллы. На основе вирусов тоже есть буквально считанные биопрепараты, но они очень ценны. Если вам вдруг попались биопрепараты на основе вирусов, вирусные биопрепараты всегда направлены против бактерий. А с бактериями в сельском хозяйстве большая проблема. Почему? Потому что бактерии умирают только от антибиотиков. А использование антибиотиков в растеневодстве полностью запрещено. Почему? Потому что бактерии очень быстро приобретают устойчивость к антибиотикам. В силу того, что антибиотики являются производными природных веществ каких-то. Соответственно, бактерии очень быстро размножаются, очень быстро воспроизводятся, достаточно быстро мутируют, там отбираются устойчивые формы и они получают большое преимущество. Та же самая проблема, что и в медицине. Поэтому мы с ребятами в кружке проводили исследование, насколько, например, эффективен триклозан. Триклозан. Знаете такое вещество? Триклозан это компонент антибактериального мыла. Вот там сейфгард и многие другие, они содержат в себе триклозан. Так вот, устойчивость бактерий к триклозану вырабатывается вообще до смешного. То есть 3-4 дня моешь руки с триклозаном, у тебя или, ну не могу сказать, что это именно устойчивость, но по крайней мере у тебя на руках отбираются бактерии уже устойчивые к триклозану. То ли исходная устойчивость, то ли приобретенная устойчивость. То есть больше там 3-4 дней нет смысла пользоваться этим куском мыла, потому что все станет гораздо хуже, чем было изначально. Потому что большое количество конкурентных микробов, которые нас защищают, они помрут, а останутся какие-то агрессивные, которые вполне может быть, что нас не защищают, а скорее наоборот. Поэтому вот такая же история со всевозможными мягкими антисептиками, вроде триклозана, например, или антибиотиками. Поэтому против бактерий медные препараты не действуют, железный купорос не действует, много что не действует. Если оно и действует, то оно действует в таких концентрациях, которые убьет само растение. То есть если мы еще говорим об искореняющей обработке, то мы даем какие-то предельные концентрации, которые убьют, например, и возбудителя бактериального рака плодовых, и в то же время не нанесут какие-то серьезные повреждения растениям. Но мы все время говорим, что надо тогда обрабатывать растения в определенной фазе, когда еще листочки не распустились. Потому что мы говорим о предельных высоких концентрациях, чтобы не нанести вреда веткам. То есть в такой концентрации оно действует. А если бактериозы вдруг напали в процессе вегетации, то ничем вообще действовать нельзя. Есть страны, в которых это разрешено. В Соединенных Штатах еще где-то есть такие регионы, где этими антибиотиками заливают сады в борьбе с раковыми заболеваниями и другими заболеваниями плодовых растений. Ну что делать? То есть надо или уничтожить бизнес по производству яблок, или все-таки каким-то образом воздействовать. То есть они находят некий фермерское лобби, лоббируют свой интерес, и они разрешают периодически делать такие вещи. Я тоже иногда в своих, не в роликах, но в комментах иногда говорил, что если у вас катастрофическая ситуация, никому не говорите, но есть определенные рецепты, что можно, да, один раз. Но я боюсь транслировать такие рецепты на широкую аудиторию, потому что я прошу один раз, два раза, да, а это все может превратиться в какой-то широкомасштабный такой нехороший эксперимент у себя на участках, и ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается водорослей, то сейчас внимание, конечно, к этой группе биопрепаратов очень активно развивается, но из промышленных биопрепаратов остается всего лишь хлорела. Почему? Потому что она производится в больших масштабах в промышленности для кормления животных сельскохозяйственных, в частности для кормления птицы домашней, и, соответственно, она просто есть, да, под нее имеется производство, промышленность, то есть под что-то другое надо делать новую промышленность, делать новые какие-то площади, да, промышленные и так далее. Поэтому она, она рулит. Но на самом деле исследований в этой области достаточно много. И нитчатые водоросли обладают тоже той же активностью, которая тина, вот просто тина, да, из пруда, она обладает не меньшей активностью. И там их на самом деле зеленых водорослей достаточно много, и та же самая тринтеполия. То есть для них тоже показано, что они тоже вырабатывают те же гормоны растений, тоже воздействуют, тоже обладают антибиотическими веществами. Почему водоросли? Водоросли живут в жидкой фазе, одноклеточные, там, или малоклеточные растения, если это говорить о нитчатых водорослях, там, ну, какие-то цепочечки этих клеточек. Они живут в такой конкурентной среде, то есть они про сушу могут только мечтать, да, они живут в воде. Там бактерии, грибы и всевозможные микроорганизмы, все пытаются на них напасть, потому что они являются первичными источниками питания, да. Именно они фотосинтезируют, синтезируют эту глюкозу и все-все-все остальное. Поэтому они вынуждены бороться с этим всем с огромной силой. Именно поэтому они обладают такими сильными защитными действиями. Поскольку, например, та же фитофтора не встречается в пруду с этой водорослью, то они имеют приспособительных свойств, чтобы противодействовать всем атакам этих водорослей. Поэтому они могут встретиться, их можно соединить, да, вместе. То есть если бы они жили, ну, смотрите, здесь же два полюса, да, либо два организма живут рядом и все время борются друг с другом, да, и кто кого победит. И ученые отбирают те формы, которые являются активными и против которых у этого возбудителя болезни все еще нет устойчивости. Это такая нормальная микробиологическая селекция. Либо можно взять два каких-то организма, которые никогда в природе не встречаются друг с другом, да, и посмотреть, будут ли антибиотические вещества этого воздействовать на этого. Да, будут, но это как интродукция. Нам золотарник завезли в виде декоративного растения, у него здесь врагов нет, он нам зарос уже все на свете, да, то есть это вот по тому же принципу. Поэтому мы что-то берем из какой-то чужеродной среды, то есть это не помидоры, да, и хлорелы, они как бы совсем не вместе. И смотрим, в хлорелах будет ли эффективно. Да, эффективно во многих отношениях. Кроме того, поскольку это растение, оно обладает той же самой гормональной регуляцией, ну пусть не той же самой, но хотя бы частично гормональной регуляцией, что и у высших растений, у тех же овощей. Соответственно, мы можем нарабатывать эти водоросли в достаточно больших количествах и вместе с культуральной жидкостью наносить на проростки, на корни, обмакивать, проливать и так далее. Одновременно мы будем естественным образом синтезированные гормоны туда, дабы не покупать пакетик, там, гетероуксина, корневина, еще чего-то, а использовать этот ресурс. Поскольку, как я про куркуму говорил, да, то есть когда в комплексе оно все действует мягче и лучше, эффективнее, нежели чем химически синтезированное, то в этом случае мы можем наблюдать и какие-то лучшие эффекты. Ну а грибы и бактерии, конечно, являются излюбленным объектом микробиологов, и там как раз огромное поле деятельности для пытливого ума и пытливого огородника. Что могут биопрепараты? Что они могут и что они не могут? Ну, в первую очередь, ну, большая группа, гораздо более объемная группа биопрепаратов направлены на уничтожение болезней и уничтожение вредителей, да. Это их такое целевое, основное назначение, то, за что мы их больше всего любим. Второе, что они делают, повышают иммунитет растений. Дело в том, что для многих бактерий, грибов, растения являются родным домом. Если не само растение, то зона его роста, так называемая ризосфера, это зона, где находятся корни. Они живут не то чтобы в симбиозе зачастую, но во взаимовыгодном сотрудничестве. Корни выделяют какие-то вещества, питательные бактерии на них растут, не оказывают вредного влияния на растения или грибы. В то же время они отбивают атаки, отбивают атаки всевозможных патогенов. Это происходит нормальным образом в природе. Растения и микроорганизмы так долго сосуществуют друг с другом, что они уже к этому всему приспособились. Почему же все-таки находятся враги? В чем же проблема? Враги нашлись, и в природе растения болеют, поражаются и так далее. Потому что и патогены приспосабливаются к тем механизмам, которые имеются у этих бактерий, грибов, для того чтобы преодолевать эти защитные барьеры. В чем же задача наша? Во-первых, отбирать как можно более активные формы, которые будут многократно активнее того, что есть в природе. Это задача микробиологов. В чашках Петрии, какими-то еще методами они это делают. А наша задача, как садоводов и огородников, это вносить эти микроорганизмы своевременно и в большом количестве. Если мы будем поддерживать в большом количестве эти микроорганизмы, и если мы будем создавать для них благоприятные условия, одновременно создавая благоприятные условия и для растений, в этом случае мы получим тот результат, который нам необходим. Они же, находясь в этой зоне, не только сами отбивают атаки, но и выделяют специальные вещества, которые проникают в растения, такие сигнальные молекулы специальные, которые особым образом влияют на иммунитет растений, что они начинают, сами растения начинают активизировать свой иммунитет, начинают активизировать механизмы, которые не позволяют внедриться в патогену и так далее. Иногда достаточно нескольких часов между воздействием и сопротивлением растений, и этого достаточно для того, чтобы патоген уже туда не проник. То есть каким-то образом, известно каким, меняется структура клетки, клетка делается недоступной для проникновения туда патогена, и это обработало, и через 2 часа уже никакие патогены туда не проникнут, или по крайней мере шансы заразиться растением уже гораздо меньше. И это делают различные биологические молекулы, которые синтезируются всеми этими микроорганизмами. Конечно, они отвечают, эти микроорганизмы, также из-за роста стимуляции. Существуют разные механизмы. Бактерии могут сами выделять гормоны, которые самим бактериям вообще никак не нужны, ни для чего, но они просто стимулируют рост растений. А зачем они стимулируют? Чем больше растений, тем больше у них дом, тем больше им питание. Вот они стимулируют, но они не стимулируют их до такой степени, чтобы вызвать патогенез, чтобы вызвать болезнь. Многие патогенные бактерии способны стимулировать тоже рост растений, Но они их стимулируют и едят, да, стимулируют и едят, формируется болезнь, повреждение. А бактерии, которые там эндофитные, да, которые внутри живут, стимулируют их, они только чуть-чуть едят, да, то есть они немножечко, и у них аппетит достаточно скромный. Ученые что делают? Они отбирают те формы бактерий, которые сильно стимулируют и поменьше едят, да, замечательные бактерии, да, работают хорошо, едят мало. Это мечта, вот, и естественно, что они потом становятся основой таких вот биопрепаратов. То есть это еще вопрос, разговор о том, что не каждая бактерия, да, не каждая сенная палочка, там, можно варить сено или нельзя, да, стоит ли всем этим заниматься? Нет, конечно, потому что на самом деле отобрать того, кто мало ест и хорошо работает, достаточно серьезная лабораторно-исследовательская научная задача. Поэтому все-таки вот такие вот штуки, да, они приходят в голову разным блогерам, ну, просто потому что это может быть и неплохо, да, но ум начал работать, да, пытливость какая-то пошла, и дальше надо было поглубже изучить вопрос, да, да, а они уже решили, что уже все открытие, уже все будет здорово. Поэтому здесь, к сожалению, есть проблема дома нарастить там ничего, кроме разве что хлорелы, пожалуй, не получится ничего, потому что все надо отбирать. Хотя и у хлорелы есть огромные коллекции, одни масла синтезируют, другие белок синтезируют, третьи еще что-то синтезируют, но в целом та же самая простая хлорела дикая, она все равно нам является большим подспорьем. Микробиологические удобрения. Ну, собственно говоря, их только два, два типа микробиологического удобрения. Это азотные и фосфорные. Хотя, говоря там фосфовид, азотовид и калиевит, да, и на нем написано, что он, значит, мобилизует, растворяет нерастворимые соединения калия, да, делает их доступными растениям. Но я бы хотел у производителей всегда спросить, назовите мне нерастворимые соединения калия в природе, которые недоступны растениям. То есть достаточно открыть учебник по химии, там, не знаю, за первый или второй год изучения химии, там, где соли, и посмотреть таблицу растворимости солей калия. И вспомнить просто самый элементарный средний школы курс по химии, что в основном все соли калия являются очень хорошо растворимыми. Это целая беда определить калий, да, простым аналитическим способом. Ну, нечего капнуть, чтобы выпало в осадок. То есть, поэтому, ну, как бы эта тема микробиологических удобрений разгоняется, а потом, потом оказывается, что она перегоняется, да, не нужно, да, но просто из-за незнания темы люди ведутся и покупают в том числе какие-то иные препараты, которые, в общем-то, им не нужны. Та же самая проблема и с хилатами, да, с хилатами. То есть, там, хилат кальция абсолютно бесполезная вещь для растений, потому что кальций усваивается растениями прекрасно и без этих проблем. А вот металлы с переменной валентностью, там, железом, органец, еще что-то, то есть, если вспоминать химию, они могут быть там и плюс два, и плюс три валентность, да, какая-то. Вот там есть проблема, вот их надо защищать от окисления, защищать от перехода в какие-то недоступные растениям формы и так далее, и так далее. Вот тогда нам хилаты всегда и понадобятся. То есть, когда начинают рекламировать хилат кальция, что вот он только спасет вас, это все, конечно, полная ерунда. Также микробиологические удобрения позволяют повысить устойчивость растений к жаре и к холоду. Это вообще тема очень интересная, действительно. То есть, как они это делают, это сейчас тоже очень активно разрабатывается. Однако же, даже у нас в Беларуси имеются научные группы в том же биологическом факультете Белгосуниверситета, которые изучают, ну, например, солеустойчивость растений, как бактерии помогают преодолевать засоленность. А солеустойчивость, она, в общем, очень сильно связана с засухоустойчивостью, потому что повреждение солями и повреждение засухой для растений – это примерно одно и то же. То есть, они потенцируют засухоустойчивость, это очень интересно. Ну, и аналогично холодоустойчивость. Естественно, то есть, они же защищают свой дом, да, эти бактерии, они защищают то место, где они живут, то, что обеспечивает их питанием. Соответственно, они тоже выработали подобного рода механизмы. Ну, и регуляция накопления вредных веществ. Скажем, некоторые бактерии способны связывать тяжелые металлы в почве, которые впоследствии не будут переходить в растения. Или есть бактерии, которые даже на высоком фоне нитратных подкормок, азотных подкормок, не позволяют накапливаться в большом количестве нитратом в растениях. То есть, они их связывают, они там, ну, от простых до сложных механизмов. Начиная от того, что они просто размножились и съели этот азот раньше, чем растение смогло его усвоить для себя, да, потом будут постепенно отдавать. То есть, они, как бы, такая буферная зона, да, становится, то есть, они накапливают азот, а потом, когда его в почве тянется мало, бактерии начинают отмирать, минерализоваться и отдавать этот азот растениям. То есть, нет вот этих вспышек, ах, азотом покормили, азота много, растение в стрессе, накопило, нитраты, дисбаланс роста получился, да, потом мы уже не кормим две недели, азота мало, оно уже голодает. Ну, то есть, смягчение какое-то идет. Ну, это от самых простых до достаточно сложных механизмов подобного рода регуляций. То есть, на самом деле, функции вот этих вот биопрепаратов зачастую далеко не ограничиваются там, ну, только защитой или еще чем-то. Есть очень много разных функций. Вот преимущества биопрепаратов перед химически синтезированными препаратами. Во-первых, они обладают мягким действием. Какой бы вы химически синтезированный препарат не взяли, даже самого последнего поколения, все равно у него есть некоторый уровень фитотоксичности. Все равно он растение будет прижимать в какой-то там даже минимальной дозе, которая все еще подействует на грибы, там, на болезни или на вредителей. Всегда есть, даже у самых простых, даже у серы коллоидной, самой элементарной, всегда есть фитотоксический эффект. Знаете, мне посчастливилось поработать в Минск-Зеленстрою, я курировал вопросы производства. Тогда под Минск-Зеленстроем под подчинение были площади Куб Цветы столицы, которого уже нету, там на ТЭЦ-4, там, где розы выращиваются, рассада. И бровки Минск-Зеленстроя, спецсовхоз, там, где выращиваются саженцы для зеленения Минска и для республики. Интересно, очень интересно. Это производство декоративных растений на сотни гектар. Очень интересная штука. И вот розы, да, гектары роз были. И вот, ну, естественно, клещ, трипс, тля, там, все прелести, мучнистая роса, все это, безусловно, там тоже имело место. Но все это надо было очень хорошо сдерживать. И вот только провели обработку хорошими препаратами, современными, разрешенными, там, все, тут же роза коротенькая, головка маленькая, прижалась, да. Хотя, ну, мы же, ну, можно привести ту же самую аналогию с антибиотиками и лекарствами для человека. Ну, пьешь, да, заболел, ты вынужден пить эти лекарства, но от этих лекарств ты себя лучше чувствовать не станешь, да. Тебе еще нужен некий восстановительный период для того, чтобы восстановить микрофлору, восстановить печень, восстановить там все системы детоксикации этих химических веществ, которые вы выпили. То есть некий баланс. Поэтому преимущество биопрепаратов – это мягкость их действия, да. То есть они не действуют жестко, они действуют достаточно мягко. Они являются, ну, если говорить о глобальных преимуществах с точки зрения экологии, там, биосферы и всего остального, конечно, они являются нормальным, естественным компонентом окружающей среды. Окружающая среда их знает. Они не являются чужеродными. Поэтому любые избытки, они очень быстро отсекаются. Они для кого-то тоже являются источником питания, источником энергии и так далее. Поэтому там все гармонизируется и нету такого большого риска передозировки, по крайней мере, глобальной. И там таких рисков, как с ДДТ или другими пестицидами быть не может в принципе. Они обладают комплексным действием. То есть даже если мы говорим, что фитоспорин – это препарат для защиты от грибковых заболеваний растений, на самом деле там еще есть достаточное количество функций. Это и рост и регуляция, это эндофитная бактерия, она может внутрь проникать. И растение будет оказывать системное действие и различное множественное полезное действие. Длительное действие. Но я тут написал плюс-минус, потому что оно может быть и длительным, и коротким, очень по-разному. Если бактерия эндофитная, если она внедряется внутрь растения, то достать ее оттуда уже чем-то достаточно сложно. Если вы в нормальном режиме выращиваете растения, она туда попала, и она там будет хорошо функционировать. Если же это не эндофитная бактерия, то есть она или грибы, там те же триходерма, метаризиум, они находятся просто в окружающей среде, то в этом случае, наоборот, мы можем и не иметь длительного действия. Нам надо постоянно, постоянно, постоянно пополнять, пополнять, пополнять запас этого организма в окружающей среде. По той причине, что он точно так же подвергается естественному отбору, это как бы и преимущество, и недостаток. Он безопасен для окружающей среды, но в то же время он подвергается действию естественного отбора, и концентрация этих бактерий или грибов уменьшается, и поэтому мы все время должны туда добавлять. Поэтому, в зависимости от того, с каким микробом мы имеем дело и ради чего мы его используем, если мы используем фитоспорин, обрабатываем растения сверху, то у нас не столько клетки работают, сколько работает вот этот вот объем культуральной жидкости, в котором находятся антибиотические вещества, которыми мы как раз прижимаем грибы. Если же мы хотим дождаться роста стимулирующего, активирующего иммунитет действия, то нам достаточно обработать там несколько раз за сезон, чтобы она хорошо внедрилась. При этом, чем раньше мы начнем обработку, то есть на уровне замачивания семян, на уровне обработки проростков, при пикировке рассады, тем эффективнее будет его использование в качестве роста стимулирующего вещества. Но защитное действие пройдет достаточно быстро, потому что культуральная-то жидкость, ну вот она побыла, да, и все, и растворилась в окружающей среде, поэтому обрабатывать надо достаточно часто, иногда чаще, чем химически синтезированными веществами. Как бы мы ни надеялись, что она будет размножаться, она будет выделять, она там, ну, казалось бы, да, обработал один раз, заселил, куда она денется, будет там жить на поверхности листьев. Но отбор на нее действует точно так же, она живет там в борьбе, а мы ей должны создать тепличные условия. Проще всего это постоянно пополнять, пополнять, пополнять ее количество там. Ну и альтернативные механизмы действия биопрепаратов. Если у химически синтезированных препаратов есть некая конкретная мишень, которая нарушается, Более того, эта мишень есть у патогенных грибов, но эта же мишень есть и у полезных грибов, да, у микоризных грибов, там, и так далее, и так далее. Но препарату химически синтезированному ему безразлично, ему все равно, да, он будет убивать, вот действовать именно на эту мишень и убьет все, да, что только подвержено его действию. То в отношении биопрепаратов они являются зачастую очень специфичными и обладают иными механизмами. То есть они иначе воздействуют на другие какие-то точки, да, за счет чего они сдерживают развитие патогенов. Ассортимент биопрепаратов, которые в Республике Беларусь зарегистрированы в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, достаточно, упс, достаточно велик. В этом месте я хочу, как бы, обратить ваше внимание, да, вот на все это многообразие. Вообще-то любое средство защиты, может, у меня профессиональная деформация, да, какая-то, но я достаточно долго проработал в инспекции по 70-ю карантину защите растений, поэтому, ну, просто не могу не обратить ваше внимание на то, что в свободном доступе, в сети интернет, имеется этот, вот такой вот толщины, на самом деле, этот реестр разрешенных препаратов. Что означает включение в этот реестр? Это означает, что препарат, для препарата подтверждена его безопасность. То есть как вы его не ешьте, не пейте, он безопасен, да. Ну, понятно, что в регламентах его применения, безусловно. Вот. Второе, что он прошел государственные испытания, то есть оценка его эффективности доказана на уровне специальных протоколов. То есть он никогда не будет включен в этот реестр, если его эффективность не будет доказана. Вот включен, значит, какие-то опыты проводились, независимые опыты, и его можно использовать. Кроме того, это замечательное издание, электронное издание, в котором можно увидеть все регламенты применения. Как замачивать, как разводить, как там еще что-то делать с ним и так далее. Забыли, этикетка потерялась, мелко написано, еще что-то открыли, и более-менее вы будете иметь представление о том, для чего этот препарат нужен и как его применять. Ну, видите, здесь несколько десятков препаратов. Конечно, это, ну, вроде бы и много, но не так и много. То есть я думаю, что в какие-то ближайшие 5-7 лет количество зарегистрированных биопрепаратов будет гораздо больше, ну, по той причине, с которой мы, в общем-то, начали. Конечно, на рынке Республики Беларусь в магазинах продается гораздо больше препаратов, да, в том числе, которые не зарегистрированы. Здесь есть два момента, да, каких-то. Первый момент, ну, это просто недобросовестность производителя. Он знает прекрасно и продавца, что нельзя это делать, нельзя это продавать. Но он, например, зарегистрирован в Российской Федерации, в реестре. Ну, конечно, это проблема законодательств, да. То есть если он душит фитофтору в России, то, соответственно, он будет душить фитофтору и у нас. Но просто по нашему законодательству у нас еще раз вся эта регистрация должна быть сделана. А это стоит очень прилично, да. И оно стоит настолько дорого, потому что надо пройти медицинскую экспертизу заново, гигиеническую, сельскохозяйственную и так далее. Все это долго и дорого. Поэтому он поставляет мимо этого реестра. Ну, можно зайти в точно такой же реестр Российской Федерации. Можно зайти в точно такой же реестр Украины, да, и посмотреть, зарегистрировано ли оно там. Если зарегистрировано, ну да, продавец, поставщик нарушают законодательство. Ну, по крайней мере, для огорода ничего страшного нет. Если же он нигде не зарегистрирован, но нет упоминания ни в одном реестре, то от приобретения подобного рода препаратов лучше отказаться. Та же самая история с сортами растений. Я не хочу называть фирмы, на которых я был, российских, да, но сидит отдел, мозговым штурмом придумывает. Как в этом году мы назовем помидорки? Им все равно, что таких, они просто из головы придумывают, да, там, и огурцы. Вот пусть будет зеленый малыш, а этот будет зеленый скороспелый, а это будет там цыганочка, а это там помидорик, будет там желтый великан, и еще что-то. Какие семена туда насыпят? Ну, лишь бы они по внешнему виду более-менее были похожи. Ну, это, то есть, каждый год люди у нас почему-то, в зависимости от, в отличие от заграницы, очень любят новинки, и каждый год гоняются за новинками. Новинки – это хорошо, я тоже не устою повторять, что новинки – это очень хорошо. Но, ну, когда эти новинки придумываются просто из головы, да, эти сорта никогда не существовали и не существуют, точно такие же реестры есть сортов. Если сорт не зарегистрирован в Российской Федерации, у нас семена в основном идут оттуда, если он не зарегистрирован в Реестре Республики Беларусь, то уж, по крайней мере, ну, я не говорю про цветы, понятно, это вообще целая беда. Но в отношении овощей воздержитесь от приобретения подобного рода сортов, скорее всего, 99%, что это просто придумали маркетологи фирмы из головы, выпустили пакетики на пару сезонов, посмотреть, как оно будет продаваться, как только перестало продаваться, те же самые семена, но уже по другим названиям, для того, чтобы вызвать вспышку интереса. И десяток блогеров, которые будут наперебой расхваливать эти сорта и семена и даже показывать там какие-то помидорки красивые, огромными гроздьями, которые висят, это бизнес, ничего другого. Ну, это еще добавление, то есть немножечко еще в 2018 и 2019 году добавилось туда, но это я к тому просто показываю, что каждый год, каждый год какое-то количество биопрепаратов добавляется. Ну, и здесь сделаю небольшое, как бы, ну, не отступление, это нематициды. Нематициды – это препараты, которые сдерживают, убивают и борются с нематодой. Знаете, что это вообще стало сейчас большой проблемой, это нематода и стеблевая, и корневая, и все остальные. И вот в нашем реестре в Республике Беларусь есть один единственный нематицид. И он, к счастью, биологического происхождения, ну, а он не может не быть биологического происхождения, потому что химически синтезированные нематициды, они колоссально токсичные для человека. Поэтому их применяют там только в крупнотоварных хозяйствах с соблюдением регламентов и так далее. Поэтому это псевдомонос путида. И путида я с вами поделюсь сегодня, кто баночки принес. Псевдомонос путидой. Это есть нематодой? Да. Замечательная бактерия псевдомонос путида. Опять же, не любая путида обладает такой активностью. Но этот препарат был сделан в Белорусском государственном университете, что мне особенно приятно. И он остается на сегодняшний день единственным препаратом, эффективным препаратом, немацид КС. Есть еще какие-то немациды, но наш немацид КС, для которого эффективность подтверждена. И он, к сожалению, никак не выйдет для реализации населению. Потому что его в таком объеме с завода забирают тепличные хозяйства. У них нематоды – это большая беда. Они же выращивают не в грунте, они выращивают в стекловате, в матах, в каких-то кокосовом волокне. А там вообще ничего конкурентного нет. Там эта нематода развивается вообще страшно. И вот это единственный препарат, который они на сегодняшний день могут применять. Применяют и достаточно успешно. Поэтому нигде вы его не купите, не достанете. Но вам достанется чуть-чуть. Ну и действующие вещества живых биопрепаратов – это из тех, которые зарегистрированы у нас в Республике Беларусь. Это различные виды бацилл, конечно, бацилю субтилис. Эта синая палочка солирует, потому что она, конечно, очень активная, антибиотически активная. Это бацилю стрюнгенсис. Это которая выделяет такие токсины для насекомых. Это их такой бактериальный паразит кишечный. Холера такая для насекомых. Грибочки, баверия и другие. В общем, псевдомонады. Псевдомонад пока совсем немножечко здесь. Хотя за псевдомонадами, конечно, будущее. Это такая группа бактерий превосходная. Очень много. В списке разрешенных биопрепаратов отсутствовали почти половина препаратов Болгурского гидролизного завода. Они могут быть в других категориях. Просто реестр сам распределен. То есть есть фунгициды, они могут туда попасть. Просто есть раздел биологические препараты, я его показал. Нематициды, хотя это тоже биологический препарат, но он находится в разделе нематициды. Есть, могут быть биологические еще фунгициды. То есть они могут быть, могут быть ростостимулирующие. Тот же гулливер, например, или аурин, они могут попасть в разряд ростостимуляторов. То есть по реестру эти немножечко разбросаны биопрепараты. Ну а я просто взял самую большую группу, которая биопрепараты. Ну то есть еще там с десяток можно найти в других группах. В том числе гидролизного завода. Ну триходерма, конечно, лигнорум. Триходермы разные есть. Ну у нас пока зарегистрирована одна, но есть и другие. Эти триходермы, о них поговорим чуть позже. Механизмы действия живых биопрепаратов. Прямой антагонизм. То есть бактерия, клетка синтезируют антибиотики. Перекись водорода может синтезировать. Еще что-то может синтезировать. И просто-напросто убивать патогена. Замечательное свойство. Где будут накапливаться эти вещества? Преимущественно в культуральной жидкости. Если мы говорим о внесении в почву, то, конечно, там могут быть созданы достаточно хорошие условия для того, чтобы клетки размножались и одновременно выделяли эти антибиотические вещества в почву. На поверхности растений ресурс для размножения, для заселения, он тоже есть. Но нельзя сравнивать влажную почву, богатую питательными веществами, с точки зрения комфорта для этих микроорганизмов, и сухую, подверженную действию солнечных лучей, поверхность, там и ветер, там все на свете. То есть они тоже будут там размножаться. По крайней мере, они там будут существовать. Но скорость этого размножения, скорость продуцирования этих антибиотиков, она будет, конечно, совсем другая. Поэтому во всех смыслах использование жидких биопрепаратов или биопрепаратов с культуральной жидкостью будет в этом случае гораздо эффективней. Конкуренция. Но просто он съедает ресурсы, органику, источники энергии и все остальное гораздо быстрее, чем это могут сделать патогены. За счет этой конкуренции, например, триходерма. Она так быстро размножается, она просто вытесняет грибы, потому что другие, в том числе патогенные, потому что она просто очень быстро, она очень агрессивно размножается. У нее невысокие требования к условиям культивирования, поэтому она тут очень быстро разрослась в зоне роста корней и всех оттуда прогнала. Это кроме того, что различные микроорганизмы обладают, как всегда, комплексным действием, что всегда отличает их от химически синтезированных. Триходерма и антибиотические вещества может выделять. И конкурировать очень быстро, да, то есть обладает комплексным действием. Поедание. То есть та же триходерма использует тот же фузариум гриб или другие фитопатогенные грибы, как источник своего питания. Она на них нападает и тянет из них все соки. То есть просто аналогичным образом действует тот же метаризиум, да. То есть он просто вызывает микозы, заболевания, и он ест это тело этих насекомых, этих личинок. Поэтому тоже такой механизм действия есть. Сигнальный. Сигнальный механизм – это когда микроорганизм не взаимодействует с патогеном, а взаимодействует с растением, я уже говорил об этом, и заставляет растение выделять определенные вещества, либо же каким-то образом изменять свое функционирование, таким образом, чтобы никто другой к нему больше не подобрался. То есть стимулирует его различные иммунные функции. Стимулирующее, ростостимулирующее действие. Растение быстро растет, переходит в критические фазы, когда для патогена оно наиболее уязвимо. Ну, та же черная ножка, да. Черная ножка атакует те же всходы томатов. Вот достаточно узкий период, да, период всходов. Потом, когда уже растение окрепло, уже черная ножка это растение не атакует. Скажем, на стадии 2-3 листьев мы черной ножки уже практически не найдем. Так вот, оно стимулирует, ускоряет его развитие, для того, чтобы оно проскочило эту фазу как можно быстрее. Таким образом, ну, помогает уходить от заболеваний. Ну, а кроме того, увеличивает урожайность, там, и все остальное прочее. Обеспечивает доступность питания. Те же фосфат-мобилизаторы. Фосфора нет, иммунитет слабый. Фосфор есть, иммунитет сильный. Мы доломитку внесли, фосфор внесли. Фосфор недоступен. Фосфора в почве навалом, но он растениям недоступен. Внесли фосфат-мобилизующие организмы. И та же триходерма, и тот же метаризиум, и те же там бациллы всякие. Они все обладают хорошо этим действием, в том числе. Ну, а кроме того, специализированные препараты, когда мы на чашках Петри можем видеть, там, зона фосфат-мобилизации, там, у кого-то вот такая, да, а у специализированного вот такая за то же время. Ну, понятно, что отбираются наиболее эффективные. Вот мы вроде фосфором кормим, все никак не накормим, да, фит-иммунитет слабый, болезни напали. Внесли, сделали, нам все равно, что там с чем смешивается. Совместимые там удобрения, несовместимые. Там бактерии работают, и грибы работают, да, на то, чтобы эти фосфаты сделать доступными. То, что это железо сделает доступным, потому что точно так же, как кальций соединяется с фосфором, точно так же железо соединяется с фосфором, делается недоступным. Они все это мобилизуют. Они и кальций сделают доступный, они и фосфор сделают доступный. Смотрите, сделали фосфорные подкормки для томатов, да, вершинка. Почему вершинка? Потому что фосфор соединился с кальцием, кальций стал недоступен. Подкормили кальцием, фосфор заблокировали, окончательно заблокировались. Ну не идёт выращивание помидоров, хоть тресни, ну что делать? Самый лучший способ – это вносить соответствующие бактерии. В своё время, годами, столетиями, если не тысячелетиями, сложилась традиция, в нашем сознании закрепилась, что растениям нужны органические удобрения. Не могут растения из этой сложной органики получить энергию. Они вообще оттуда почти ничего не могут взять. Азота в этом навозе не так уж и много по сравнению с минеральными азотными удобрениями. Например, 5-7% этого азота в этом тоннаже. Кому они нужны? Кому эта органика нужна? Бактериям нужна. Но мы, понимаете, то есть мы навоз положили, бактерии на этот навоз напали, в том числе фосфат мобилизующие, и пошёл рост отлично. Мы говорим, навоз – отличное удобрение. Он не столько для растений удобрения, он для бактерий удобрения. А дальше по цепочке досталось и растениям в том числе. Почему так эффективно зелёное удобрение? Это вонючая бродиловка. Да по той же самой причине. Потому что мы, делая анаэробное брожение, превращаем вот эти сложные органические вещества этой биомассы в более простые, то есть более короткоцепочечные жирные кислоты, в ту же масляную, уксусную, ещё какую-то, которые вонят, удают. Но они здорово и очень быстро поедаются почвенной микрофлорой, когда мы поливаем. И вот уже процесс пошёл, уже вершинка пропала, уже всё бушует. Потому что на самом деле содержание азота, фосфора, калия вот в этой бродиловке, безусловно, оно есть. Но оно не настолько драматично, чтобы обеспечить вам рост, там, вёдрами помидоры снимать. Там другой механизм и очень хороший механизм. То есть просто вот эта схема, что надо вносить органическое удобрение в том или ином виде, она работает, очень хорошо работает. А если вы ещё туда добавите нужных, правильных бактерий, то вообще, или грибы, тоже вообще будет всё очень прекрасно и гармонично. Ну и создание питания. Ну, собственно говоря, из создания питания мы здесь имеем только азотфиксирующие бактерии. В то же время органических источников азота, доступных и дешёвых, не так много. Понимаете, если фосфор, альтернативу фосфорным удобрениям можно подобрать в виде, там, костной муки, например, какой-то, калий можно достать из золы, то азот достать не так просто. Это надо либо использовать отходы какие-то, там, те же рыбьи головы, ну, то есть белок, белок какой-то. Либо, ну, кератин, там, роговую муку можно использовать, потому что тоже белок, кератин, из которого у нас ногти состоят. Вот. Либо можно же использовать микробиологические удобрения, это азотфиксаторы, мы о них в роликах говорили, то есть при соблюдении определенных условий оно очень простое. Это тоже внесение органики, то есть обеспечение питания, они очень хорошо кушают эти азотфиксаторы. Вот в этом случае у вас тоже всё будет гармоничено. На самом деле роль азотфиксаторов весьма-весьма велика. Да, конечно, крупнотоварное производство может немножечко посмеяться, да, над огородниками, что они там делают, пока там селитры не внесёшь и навоза там, чёрт знает сколько не внесёшь, никакая кукуруза не вырастет. Но крупнотоварное производство, у него другие технологии, другие задачи, да, а у нас немножко другие задачи. Нам надо, чтобы была здоровая, да, пища, кроме всего прочего, и чтобы это было не архидорого. Соответственно, вот с помощью тех же азотфиксаторов эту проблему мы решаем. И совсем же мы не хотим занитратить наши овощи и так далее. Понятно, что внося азотфиксирующие бактерии, никак мы никогда не, занитратить мы овощи точно не сможем в этом случае. Ну, есть, конечно, как достоинства, так существуют и недостатки, да, какие-то есть недостатки, присущие только биологическим препаратам, но есть недостатки, которые пересекаются и с химически синтезированными. Это условия активности. На самом деле этот недостаток характерен и для химически синтезированных препаратов. То есть бактерии будут активны только в определённых условиях. Если температура почвы будет ниже 10 градусов, то большинство биологических препаратов работать не будет. Но и химически синтезированных большинство работать не будет. Те же перитроидные препараты, инсектициды перитроидного ряда, они не работают при температуре ниже 16 градусов. Нет смысла обрабатывать, например, весной или осенью на ночь. Или нет смысла обрабатывать в утренние часы. То есть надо обрабатывать днём ими, когда тепло, когда температура, по крайней мере, выше 16 градусов, а ещё лучше, если она будет около 20. Свечерело, похолодало, ну понятно, могут быть там весной или осенью такие перепады. Всё. Или вы обработали, всё, что через 2 часа не померло, уже не помрёт, потому что температура упала, а он уже не работает. То есть надо соблюдать определённые условия для внесения и химически синтезированных, и биологических препаратов. Другое дело, что биологический препарат остался в почве, да, температура подогрелась в теплице, он начал развиваться. Нам что важно в грибах? Споры внести. Внесём мы их, когда температура почвы 5 градусов, ничего страшного абсолютно. Они не окислятся, никуда не денутся. Они пролежат в этой почве и начнут расти тогда, когда для них создадутся благоприятные условия. А если мы внесём химически синтезированный препарат, он за 2 недели у нас в почве уже окислится, разложится, с чем-то соединится, потому что почва – это же, представляете, какой-то котёл различных химических веществ. И всё, мы посадили растения, а препарата там уже нету, а биологические останутся. То есть в этом смысле у биологических имеется также и преимущество перед химически синтезированными. Давление естественного отбора. Ну, это такое свойство биопрепаратов, живых биопрепаратов, которого нет у химически синтезированных, потому что они попадают в конкурентную среду, и если мы не создадим благоприятных условий для работы биопрепаратов, их эффективность может до конца и не проявиться. То есть это а. создание условий, б. насыщение, то есть достаточно частой обработки. Постепенное нарастание активности. Если мы с ними препаратами, то у нас уже в течение 30 минут насекомые перестают питаться, а через 2 часа уже все умерли. Конечно, такой скорости работы биологических препаратов нет, ожидать не приходится. То есть у них постепенно нарастает эта активность. Но здесь есть мораль, одна единственная. Болезнь легче предупредить, чем излечить. В силу того, что биопрепараты являются достаточно безвредными, можно сказать, совершенно безвредными для организма человека, являются безвредными для биосферы, в отличие от химически синтезированных, что дай-ка я там неонакотиноидами на всякий случай пырсну, да, еще 10 раз подумаешь, пырскать или нет. А если мы говорим о биопрепаратах, ну то почему бы не применить? То есть вреда не будет точно. Поэтому их надо применять немножечко раньше, чем у нас начали бушевать болезни или вредители. Уза спектра действия. Это и плюс, и минус. С точки зрения экологии, это, конечно, большой плюс. А с точки зрения борьбы с болезнями, это достаточный минус. Мы тоже говорили, или будем еще говорить на канале о том, что, сейчас покажу вам, существует большое разнообразие штаммов той же сенной палочки. То есть вариантов, да, каких-то. Как мы все разные, так и сенная палочка тоже вся разная. Есть активные такие, есть такие, такие, а есть неактивные, есть вообще какие-то вредные. Ученые отбирают более активные, но один штамм более активен от фитофторы. Совершенно не действует на кладоспариоз. Другой штамм, наоборот, действует на кладоспариоз, абсолютно не действует на, там, фитофтороз, да, или еще на что-то. В принципе, отчеты об активности есть. Если хорошо рыть, да, литературу хорошо рыть, то можно найти, что в отношении, там, одной болезни, биологическая эффективность 40%, а в отношении другой, там, 75-80%. Это уже прекрасно. Если выше 60-ти биологическая активность, даже выше 50-ти, это уже, это уже очень эффективно. Потому что 100% биологическая активность бывает только у крайне токсичных препаратов. То есть даже, на самом деле, у химически синтезированных препаратов не бывает 100% биологической активности. То есть умрут, но не все, да, не до конца. Но главное, чтобы они умерли до так называемого порога вредоносности. Ведь та же тля может быть, 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 да, но она есть, но она не вредит. То есть мы потери урожая не ощущаем. Значит, она не достигла порога вредоносности. А потом, когда она уже достигла порога вредоносности, то тогда уже надо химичить там вовсю. Ну, по крайней мере, защита растений так должна работать. То биологические препараты уменьшают количество этих насекомых вредителей или инфекционных агентов до уровня, то есть они есть, но они там не бушуют. Поэтому мы говорим, что биологическая эффективность не 100%. Нам и не надо, чтобы она их убила полностью. Нам надо, чтобы она их прижала так, чтобы они уже не вредили. Пусть будут, но главное, чтобы не вредили. Но узость спектродействия заставляет нас, блогеров, меня, по крайней мере, изучать разные биопрепараты на тех же чашках Петри. Потому что я сам даже по литературе не знаю, что мне лучше взять от кладоспориоза, а что мне лучше взять от фитофтороза. Я, по крайней мере, точно знаю, что один тот же препарат, тот же фитоспорин не будет одинаково действовать на того и другого. Поэтому здесь есть узконаправленность какая-то. Если мы берем фунгицид широкого спектра действия, он нам убьет все. Может, фитофтору не убьет, потому что она не совсем гриб. Но, по крайней мере, грибы, фузориоз, серый гниль, кладоспориоз, оно все убьет. Ну и то тоже с какими-то допусками. Потому что все-таки химики сейчас более современные препараты тоже делают более узконаправленные, чтобы все-таки щадить окружающую среду немножечко. Но как бы там ни было, вот так оно все устроено. Конечно, есть еще проблема того, что у меня в теплице будет один потовар кладоспориоза. То есть, кладоспориоз же тоже разный, точно так же, как и синая палочка. А у вас в теплице будет другой потовар. И если я химичу, то, может, никакой разницы нет, какие у нас потовары. А если мы обрабатываем биологическими средствами защиты растений, то не факт, что этот потовар подходит этому штамму синой палочки. Может быть, этот потовар и будет устойчив к этой синой палочке. Ведь производитель, когда испытывал свой препарат, он испытывал на каких-то местных штаммах, не на всех потоварах, которые существуют. А потоваров десятки существуют, всяких разных. И вот этот момент тонкий, что не каждый потовар будет чувствителен к этому штамму этого микроорганизма. Поэтому исследований, публичных исследований, по крайней мере, мало. А навыков рыть научные статьи в интернете, в библиотеке, еще где-то сложно ожидать, что огородник пойдет рыть такие тонкие темы. Поэтому по мере возможности у нас такой специфический канал, что мы какие-то вещи подобного рода будем и освещать. Ну, может быть, в силу того, что мы про это задумываемся, потому что у нас специалисты работают. А если просто блогер-огородник, он вообще про это даже слов таких не знает. Ну, то есть, будем, конечно, делать выпуски на эту тему, что с чем хорошо смешать, там, бактофит с чем-нибудь, да, с фитоспорином, для того, чтобы получить действительно активную, хорошую смесь. Ну, и несовместимость, да. То есть, то, о чем очень много спрашивают вопросов, будет ли совместимо одно с другим. Но та же самая проблема есть и у химических, таких химически синтезированных средств защиты. Они тоже могут быть несовместимы. Как антибиотики, которые мы принимаем внутрь, когда пенициллины несовместимы с тетрациклинами, потому что у них разный механизм. Для пенициллинов надо, чтобы бактерии как можно быстрее размножались, для того, чтобы пенициллины на них подействовали. А тетрациклин и доксициклин, например, он работает таким образом, что бактерии перестают размножаться, поэтому нет смысла их пить одновременно. То есть, здесь точно так же, если вы, например, даже смешиваете два химически синтезированных средства, если хотите вроде как усилить, то не факт, что вы усилите, может быть, вы и ослабите. Потому что надо очень хорошо знать механизмы воздействия того и другого, для того, чтобы применять их одновременно. Поэтому вот этот вот момент смешивания, он достаточно тонкий. То есть, надо эти вещи проверять все-таки, потому что вроде бы биопрепараты есть, а подобного рода исследований и рекомендаций нет. То есть, приходится это изучать и делать эту информацию публичной, чтобы люди знали, как работать. Ну и о комплексности действия биопрепаратов. Еще раз, потому что есть какие-то препараты с их основами биологическими и действия и назначения. То есть, это просто к тому, что он обладает и защитным, и стимулирующим, и улучшает состояние почвы, распочвы по цепочке всего остального. И стимулирующий эффект для растений и так далее, и так далее. То есть, практически нет ни одного препарата. Может быть, за исключением бациллюстурингенсис, которая действительно обладает очень узким специфическим действием. Она заражает насекомых, выделяет токсины, из-за которых они погибают. В основном все остальные препараты, если вы уже чем-то пользуетесь, то на самом деле вы охватываете сразу множество различных задач. Поговорим о том, что такое прямой антагонизм. Достаточно быстро поговорим, чтобы вы видели на чашках. Как мы это отбираем, как это происходит. Вот есть грибочек, Fusarium oxisporum, который вызывает фузариозы. Корневые гнили, прикорневые и сосудистые увядания всевозможные. Вот он здесь растет на чашечке сам по себе. Вот так вот он растет. А вот здесь он растет совместно с бактерией, которая была вот так вот посеяна по кругу. Так она его не только не убила или не снизила его активность, она ему еще простимулировала. Он тут еще лучше растет, чем без него. А вот в этих двух вариантах, соответственно, здесь мы видим, что должно вырасти было вот так, а выросло на самом деле вот так. И вот по размеру вот этой зоны, отсутствие роста, мы, соответственно, судим о том, насколько этот штамп активен или неактивен. То есть, если я говорю, что где-то мы будем в роликах, я буду говорить, что там против фитофторы активен, против кладоспориоза неактивен, это будет лишь означать, что мы сделали вот подобного рода опыт, померили вот эту зону, сказали, слушайте, так оно кладоспориоз на нем растет прекрасно, условно на фитоспорине, не факт, что на фитоспорине, но, например, да, ну то есть не действует. И это все очень хорошо видно, все очень хорошо заметно и выявляется достаточно хорошо. Иногда бывает так, что здесь вообще ничего не вырастает, то есть вообще ничего, то есть здесь очень высокая будет биологическая эффективность, но иногда что-то подрастает, да, но в любом случае здесь эффективность достаточно значительная. Причем вот бактерия растет, а вот грибочек здесь уже остановился, то есть она что-то туда в среду выделяет, что туда проникает какое-то антибиотическое вещество, какие-то бактериоцины, перекиси, там бог знает что, что останавливает гриб вот не в посредственном контакте, а достаточно далеко, то есть диффузия идет, это еще раз говорит о том, что не то, что он его ест, да, не то, что эта бактерия там вызывает болезнь этого гриба, а то, что культуральные жидкости, в культуральной, не в самих клетках бактериальных, а в том, что она выделяет, содержится то, что нам ценно, да, поэтому я все время говорю, надо разогнать, надо нарастить, надо оживить, потому что если вы полудохлым препаратом, который 2 года, еще срок годности не вышел, но там уже ничего, там уже все, там уже все кончилось, там в лучшем случае споры будут какие-то и полудохлые клетки, которыми вы 1 к 100 разведете, да, и побрызгаете, и никакого эффекта у вас не будет, и вы просто разочаруетесь в этом препарате и скажете, нет, биологическая защита не для меня, а на самом деле нужно просто провести какие-то мероприятия, ну, роста стимулирующий эффект, да, то, скажем, ну, понятно, вот баночки, да, где-то побрызгали, где-то выросло, где-то не выросло, где-то выросло лучше, то есть это вещи, которые в лаборатории можно получить и показать очень-очень наглядно, ну, или кукурузка, да, вот она здесь такая, а вот здесь такая, ну, то есть там уже что-то работает, там уже какие-то роста стимулирующие вещества выделяются, вот так вот оно все на чашечках выглядит, то есть в одно и то же время одни и те же семена были посеяны, ну, там вот этот штаммчик, там, М6, который Тимофей Федоров в свое время из почвы выделил, вот так вот он работает, вот, есть такая категория препаратов на основе бактерии псевдомоназ, в том числе путида обладает этим свойством, они все, ну, не все, но многие, но та же флуоресцинс, та же, ну, многие псевдомонады преимущественно выделяют очень специфическое вещество, которое называется пиавердин, пиавердин это антибиотик феназинового ряда, кроме того, он обладает удивительным свойством, связывает железо, бактерия выделяет в окружающую среду пиавердин, а он вот так вот светится, то есть это ультрафиолет, да, ультрафиолет, и его выявляют под ультрафиолетом, он флоресцирует под ультрафиолетом, и вот здесь вот нету, 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 а вот здесь вот есть, да, прям горит эта культуральная жидкость, там этого пиавердина навалом, или вот здесь, вот здесь нету, нету, да, вот здесь вот в этих вот есть, выделяется, ну, то есть мы эти штаммы отбираем, так вот, во-первых, это антибиотическое вещество, а во-вторых, это вещество, которое связывает железо, а железо является ключевым элементом жизни, не только нашей, потому что у нас гемоглобин в крови, да, и железо переносит этот кислород, убирает углекислый газ, но оно вообще очень древний, да, древний элемент, который включен практически во все биологические системы, и эта бактерия умудряется в окружающей среде связать это железо, доставлять его растению, забирать его себе и не оставлять его в окружающей среде, грибы не могут размножаться, понимаете, бактерии другие не могут размножаться, то есть здесь нет антибиотической активности, а есть конкуренция всего лишь за один элемент питания, зима. Хлорелла, что, чем хороша хлорелла с точки зрения огорода? Она, ну, как я уже сказал, в первую очередь синтезирует гормоны, те же самые гормоны, которые нужны растениям. У растений, знаете, есть фазы, да, развития, когда оно начинает растение активно расти на стадии пруссков, там огромное количество гормонов, то когда оно вырастает, ему надо перейти в другую фазу, рост замедляется, там этих гормонов ауксинов становится меньше, да, появляются какие-то другие, и пошло-поехало, как у человека, да, растение тоже стареет, хлорелла не стареет никогда, она только делится, да, она делится или умирает, делится или умирает, она всё время молодая, поэтому у неё уровень вот этих гормонов, которые заставляют её делиться, то есть поддерживают её эту молодость и постоянное отделение, там очень высокий уровень этих ауксинов, естественных ауксинов, там прочих, ростостимулирующих гормонов, поэтому когда нам надо простимулировать рост растения, поддержать его, мы вполне можем пользоваться хлореллой. Проблема только в том, что они внутри, да, я где-то там в прямом эфире когда-то в выпуске говорил, что они внутри клетки, их надо оттуда достать, добровольно она с ними не расстанется с этими гормонами, если мы просто живыми клетками обработаем растения, ничего не получится. Вот, она, пока она умрёт и пока через целлюлозную оболочку всё это выльется, это всё будет долгий процесс и неэффективный, нам её всего-то надо чуть-чуть нагреть, совсем немножко, да, там буквально до 50-60 градусов. Как всё это содержимое выйдет из неё, да, мы разрушим ей оболочки, и замечательно она всё это поработает у нас. Она обеспечивает устойчивость к болезням, точно так же, ну, в том числе и культуральная жидкость, за счёт разных механизмов, за счёт стимуляции фитомуни, за счёт прямого антибиотического действия и так далее, и так далее. То есть она с этим тоже работает. Увеличение продуктивности растений, за счёт той же стимуляции роста, за счёт разных механизмов, за счёт защиты от болезней, за счёт гормональной регуляции, у неё тоже есть такие механизмы, они хорошо описаны. Ну и повышает плодородие почв, за счёт тоже, ну, плодородие – это не только количество азотофосфорокалия, да, но это ещё и создание благоприятных условий для роста и развития растений любых, да, это всё плодородие. Если вы хотите замочить в ней семена, если вы хотите, например, обработать растение, да, я рекомендую её нагреть. То есть развести и нагреть, ну, или нагреть маленькое количество и потом развести согласно инструкции. Потому что проблема хлорилы в том, что всё ценное, что в ней имеется, в основном всё ценное, конечно, что-то есть и в культуральной жидкости, она же продаётся с этой культуральной жидкостью, в которой она росла. То есть и в этой жидкости накапливается тоже значительное количество полезных веществ. Но если вы хотите, как бы сказать, ну, бонусы ещё получить, ведь всё равно она размножаться там на поверхности растений не будет. Вот живые клетки хлорилы вам совершенно без надобности. Нагрейте в почве, ну, почву можно поливать и ненагретым. Она колонизирует поверхность почвы какое-то время и всё ещё там живёт. То есть для полива вы можете использовать не нагретую, а для опрыскивания и для замачивания семян, для окунания там корней, например, или обработки проростков, лучше всего использовать нагретую. Эффективность гораздо выше будет. То есть... Она может быть? Да, может быть. Она заморозку выдерживает хорошо. Синая палочка, да, это второй такой, ну, не второй, первый, можно сказать, по популярности основа для биопрепаратов. Ну, вот штаммы, да, синой палочки, их много, разных. То есть мы уже про это поговорили. Ну, я многоточие здесь такое, долготочие ставлю, потому что на самом деле их гораздо больше. Я просто выбрал, ну, какие-то там первые попавшиеся. Соответственно, существуют и разные препараты, да, там, ну, и здесь их не так много, потому что они в разных формах бывают в виде каких-то суспензий, концентратов, бывают в сухом виде, в порошке, в таблетках, там, ещё в чём-то. Вот тот же фитоспорин во всех видах бывает. Но всё-таки есть какой-то, то есть под каждый штамм есть и, соответственно, препарат, да, о спектрах поговорили. Я, конечно, хочу поговорить о бактогене. Чем хорош бактоген, например, по отношению к фитоспорину? Во-первых, он является более свежим, в том смысле, что это препарат более позднего поколения, да, и когда он, когда что-то создаётся, да, ведь когда создаётся новый препарат или отбирается штамм, он всегда сравнивается с контрольным. То есть нам же не важно, не нужно отобрать какой-то абсолютно, ну, какой-то любой. Нам надо отобрать лучше, чем существующие, да. И поскольку этот штамм отбирался позже, то он сравнивался с теми, которые существовали. И он отобрался лучше, чем те, которые существуют. У него пошире спектр действия, да, он тоже отбирался на более широкий спектр действия. То есть, ну, просто более современный и более активный. Потом он производится на одном единственном заводе, в руках одного единственного производителя. У биопрепаратов ещё есть один минус такой, но он не связан ни с использованием, и там ни с чем-то, он связан с частотой производства. Это живой организм, да. И насколько качественно он будет произведён, насколько биопрепарат будет работать, это очень сильно зависит от того, как производитель себя повёл. Ну, когда мы говорим о микробиологической пищевой промышленности, про кефир, про сметану, про кисломолочные продукты, понятно, что там просто колоссальный контроль. Потому что это что-то упакуется, приедет в магазин, и мы это съедим. И если все отравились, то это ЧП вселенского масштаба. И то такие случаи бывают, да, они не исключаются. Здесь же отношение к подобного рода препаратам с точки зрения контроля качества гораздо мягче. Его ж не пить внутрь, да. Соответственно, с точки зрения государства, законодательства, таких строгих норм и нормативов там нет. Поэтому всё лежит на совести производителя. И оригинатора, конечно. Если идёт на заводе постоянный контроль активности, да, ведь туда может что угодно прилететь. Что такое активный штамм? Ему эта активность в природе абсолютно не нужна. Это значит, что там гены работают очень сильно, да, как-то не так, как они работают у него в норме. Ну, если бы это была какая-то палочка из просто первая попавшаяся из окружающей среды. И не исключено, что как он активировался, да, и мы его раз и отобрали, он также точно может и дезактивироваться. Точно так же у него эти гены могут перестать работать. Поэтому постоянный контроль качества на производстве со стороны производителя этого препарата, ну, то есть учёных, которые создали этот препарат, это должно идти. Чем чаще отбираются пробы и вот так вот на чашечках ставятся, то есть сохранена вообще активность, да, это сильная палочка, но сохранена активность там или нет, или она уже утрачена. Ну, например, в лабораторных условиях мы часто замечаем, что бактерии утрачивают свои полезные свойства, если мы их постоянно пересеваем на полноценных средах. А зачем им? Им тепло, они в термостате растут, им кушать всего много, мы им среды прекрасные варим. Мы пересеваем, пересеваем, пересеваем через какое-то там количество 20-30 поколений, а уже свойств полезных у неё и нету, да, потому что… А зачем ей эти гены? Она от них избавляется, знаете, она в аскориду превращается, в которой одна хромосома, ни глаз, ни нервной системы, ничего нету, да, она живёт в кишечнике, готовые пищевые вещества через себя кожей всасывает, да, свои, и она всё, а зачем ей? Она всё утратила, ей не надо ни смотреть, ничего, она плывёт против тока, да, движения, и всё, она все гены свои утратила. Точно так же они утрачивают это в любой системе. Естественный отбор в окружающей среде выбрасывает тех, кто что-то утратил, да, воздействует на них, поэтому они там поддерживаются сильными и крепкими. А в лабораторных условиях нет, точно так же в условиях производства, где им тоже создаются какие-то благоприятные условия. Поэтому вот этот вот контроль, да, поэтому если из чана черпанули, перелили в следующий, это не совсем правильно, да, должна быть лаборатория, которая на специально проверенном штамме приготовит заквасочку, которую из флакона специально зальют, заселят, и уже отсюда пересаживать ничего не будут, то есть это продадут, а опять из лаборатории получат следующую закваску. Вот это правильно, да. Кто его знает, кто как на заводах работает, особенно если препарат разошелся по множеству заводов, у производителя, у оригинатора препарата уже утрачена всякая физическая возможность вообще контролировать этот процесс, да. То есть, поэтому вот этот контроль этого качества, то есть нормально завод вообще выпускает что-то или ненормально, это очень важный момент. Я к чему про бактаген, что пока он производится в очень маленьком количестве, на одном заводике есть все возможности и ресурсы поддерживать все время качество, поэтому это тоже один из факторов, почему он является очень-очень активным, то есть там и спектр, и вообще как бы нового поколения, и хороший контроль производства. Ну его купить нельзя, да, потому... Мы разводим так же, как обычные, это самое... По инструкции, но вообще могу сказать так, что... Выращивай, выращивай. Да, да, точно так же, точно так же. Продажа на московском рынке. О, видите как, уже ритейл реагирует. Можно. Нам кто-то еще, нам кто-то, кто-то дал ссылку в комментариях, да, что какой-то интернет-магазин, который занимается швейными... Это я. Да, 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 вот, я нашел и порадовал лаборатору. Ну, в общем, видите, интернет не стоит, интернет работает, да, то есть, если есть спрос, то сразу есть предложение. Здорово, что этот препарат появляется. Ну, а мы со своей стороны, конечно, обещаем, ну, в общем, заниматься поддержанием свойств этого препарата. То есть, конечно, на область препарата, и раньше мы тоже не сможем. Да, сейчас я про это скажу. Вот это заставляет нас, как бы, заставляет нас думать о том, что мы тоже не можем бесконечно пересаживать этот препарат. То есть, вы не можете взять 10 мл препарата, да, и до бесконечности его пересаживать. Но в отношении путиды сможете, да, потому что вот этот сможете. А в отношении тоже сенной палочки это достаточно сложно. Поэтому, ну, хлорелу сможете сколько угодно пересаживать, да, триходерму сколько хотите, метаризиум сколько хотите. А что касается сенной палочки, здесь она, к сожалению, вот эти свои антибиотические свойства утрачивает постепенно. Поэтому это проблема. Поэтому всё-таки более надёжный и более рациональный путь это держать у себя бутылку в качестве закваски, да, колпачок на 10 литров на ведро, нарастили себе, попользовались. Но в лучшем случае ещё один пассаж сделали. То есть, из своего препарата ещё один пассаж сделали. А всё-таки лучше закваску держать у себя в холодильнике, вот эту самую. Убитинную палочку, так, чтобы этот препарат вообще ничего не содержал, ни спор там, ну, чтобы ничего живого не было, очень сложно. Понимаете, то есть, если вы его поставите в холодильник, он у вас простоит и год, и два, и три. То есть, её очень сложно извести, потому что это громположительная споровая бактерия. Ну, да, ну, но, понимаете, я же говорю, 6 месяцев – это когда вы из этого будете, да, а если вы поставите в холодильник и будете своим пользоваться, то в качестве закваски вы можете его использовать очень-очень долго, да, достаточно долго. Ну, вот это, поскольку это препарат всё-таки, так сказать, ну, достаточно честный, в Республике Беларусь изобрёлся, да, можно найти по нём сведения по биологической эффективности. Это вот такие вот циферки. Ну, то есть, в общем, я скажу так, что биологическая эффективность вполне сравнима с химически синтезированными препаратами, ну, а в отношении корневых гнилей, в отношении бактериозов, ну, от бактериозов, ещё раз, химически синтезированных препаратов нет в принципе, нету. Поэтому это, в общем-то, единственные препараты, которые можно использовать в альтернативу антибиотикам. От сосудистых заболеваний ведь нету препаратов. Ну, вы можете системными фунгицидами поработать. Ну, кто ж после системных фунгицидов захочет есть эту продукцию? Я бы не стал. Ну, может, у меня соседка на даче, она так химичит, но она на рынок возит, да, где химичит, да, и говорит, это со своего огорода кушайте, покупайте деткам. А для себя у неё отдельный уголочек есть. То есть это тоже, кстати говоря, большая проблема, да? Да, это тоже проблема. Поскольку фунгициды преимущественно являются контактного действия, внутрь растения, да, попасть они не могут. Если грипп уже туда внутрь пророс, начинает забивать вам сосуды своей массой, да, и они начинают увядать эти растения, ничего вы, никакими средствами защиты, вы уже ничего не сделаете. Только профилактировать вот подобного рода препаратами, чтобы они заселялись внутрь и не позволяли грибу туда проникнуть с этим сосудистым бактериозом, этим возбудителем. Заселили на стадии замачивания семян, ну, чтобы оболочку семян заселить. Заселили на стадии проростков, должно быть у вас всё хорошо. Не успели, не смогли, не сделали, ну, тогда риски, конечно, очень повышаются. Поэтому, то есть это тоже нюанс, как правильно использовать подобного рода препараты. Глиоклодин, да, триходерма Хорцианум. Я тут специально сделал, написал несколько видов триходерм, да, которые используются. И, ну, на самом деле, существует также очень много штаммов триходермы. Она очень популярна, эта триходерма. По многим причинам мы об этом говорили. Ну, в частности, вот глиоклодин, соответственно, имеет вот такой вот спектр эффективности. Конечно, мне, как руководителю кружка, как исследователю, мне интересно что-то откуда-то выделить, что-то исследовать, активно, неактивно, борется, не борется, да. Отчего, естественно, что в процессе этого выделения, даже из простого препарата, там, штамма 18 визор, можно отобрать что-то ещё более активное. А может, не что-то более активное. А может, этот штамм 18 визор и будет отобран, да. Просто всё остальное, это триходерма, которая в этой таблетке уже утратила активность, да. Просто на чашках Петри есть возможность отобрать тот клоник, ту колонию, вокруг которой не выросло, да. То есть вокруг остальных выросло, а вокруг вот этого вот зоны, да, грибочка на чашке Петри, плесенки этой, ничего не выросло. Вот я из неё подцепил и размножил. И вот вам накрутил во фрикадельке. Сейчас покажу, что такое. Ну, то есть вот эти вот штучки у вас и будут. То есть я говорю, может быть, это как раз то, что и должно там быть, не более активное, да. Но на самом деле могу вам так сказать, что и препараты грибные триходермы грешат тем, что там есть и такие, и такие, и не такие, да. То есть триходерма есть, а активности нету, да. То есть надо ещё постараться активную там спору, активные мицели оттуда достать. А нам эти шарики куда? В зерно? Да, или в зерно, или в отруби, то есть куда-то. Можно в жидкую? Да, можно в жидкую. То есть кинули там. Там спорами целиальная масса внутри. Ну, как бы вот пронизано всё. Что касается триходермы, там шарики эти чуть-чуть недосушенные. Ну, не успели они высохнуть как следует. То есть в пакетиках чуть мягковатые. Поэтому вы их или на батарею положите, да, или можете сразу начать использовать. Потому что некоторые уже на поверхности начал мицелий нарастать, да. Если вы просто в комнате положите, не исключено, что она там начнёт разрастаться сильно. То есть чуть-чуть недосушенная. То есть можно вопрос? Да. А на какой объём она владеет? На пол-литра. На пол-литра? На пол-литра жидкости. Да, а потом оно вырастет, и дальше можете эту жидкость на пол-литра. Вот. Либо вот, ну, примерно пол-литра отрубей влажных. Перемешайте, вот это оно скрошится, или просто положите туда, и будет всё хорошо. Я уже посмотрел. Здесь фотографии, да, что там вырастает. Могу сказать так. Надёжно, вообще надёжно, если из метаризины вырастает метаризиум, а если из глаеклодина вырастает триходерма, да. То есть это я могу сказать, что надёжно. То есть варианты, конечно, что где-то что-то вырастет другое, они тоже возможны. Почему? Потому что, ну, есть совесть производителя, да, что он туда может ничего вообще не положить, а может растить одно, у него на складе этого много, запихнул в эти пачки и продал. Это, ну, бывает, да. То есть, ну, ну... Может быть такой другой штамм? Не должно быть. Не должно быть. Хотя и триходерма есть более оливковые споры, чем, например, сине-зелёные у этого, у хардзанума, который из глаеклодина. Может. То есть, ну, некая доля вероятности может быть, конечно. Но... Да, жёлтый, да? Оливкового такого вот цвета. Просто надо понимать, что надёжно тогда, когда выросло то, что вы ожидаете, что выросло. То есть, если выросло не то, что вы ожидаете, то на всякий случай лучше выбросить, потому что какие-то грибочки могут быть и похожи. Скажем, может быть, пеницилл похож в какой-то степени на метаризиум. То есть, есть пеницилл жёлтый, который, ну, тоже даёт примерно такой окрашенный. Он, конечно, вонять будет пенициллом, да? То есть, у него характерный запах будет. Вот. Но если у вас на триходерме выросло что-то жёлтенькое, да, там, цвета охры, то лучше не надеяться, что это метаризиум, да? Лучше это всё выбросить, потому что, ну, на всякий случай. Ну, метаризин, да? То есть, вы тоже его получите. Я его не испытывал, потому что, на самом деле, ну, это гораздо более тонкая работа. На чашке же вы не посеете, да? Но, по крайней мере, это те самые грибы, которыми я извёл в нашей теплице белокрылку и червеца. Именно такая задача у нас была, очень утилитарная, да? Этот проект у нас с ребёнком, и этот опыт получился исключительно из утилитарной задачи. Вот развелась зараза, а надо как-то обработать. А химичить нельзя, поэтому развелась. Потому что дети же ходят, экскурсии, кружки и так далее. Вот придумали, что надо поиспытывать что-то, и оказалось, что, в общем, достаточно эффективно. А вот скажите, на фотографии, здесь как бы картофельная, да, ботва, цветочки. Так может быть и от этого, от колорадского? Да, может вполне, да, да, вполне может быть. Это резинт сейчас в сиянии под другую, вот пачка похожа? Может быть, за пачки я вообще ничего не скажу, потому что сейчас про пачки, про надписи и про описание вам сейчас расскажу как раз про этот момент. Вот азотовит, да, вот такая вот у меня точно бутылка этого азотовита. Вот специально сделал такой слайд. На сайте, на разных сайтах, наверное, ну, я не могу сказать, что я прям все, там их огромные сотни, да, сайтов, которые описывают, что такое азотовит. На нём написано, что бактерия азотобактер хроококкум, да, у меня на флаконе, вот на таком вот флаконе, написано нечто совершенно иное, да, что это не азотобактер хроококкум, это совершенно другая бактерия. И это на самом деле другая бактерия. То есть, я так думаю, что если у вас написано на флаконе азотовита, что это азотобактер хроококкум, откуда же они это драли, да, откуда-то эти статьи писали в интернете, то это все-таки не оригинальный азотовид. То есть на этикетках, может быть, что угодно, подделок каких-то моря – это сумасшедший бизнес. Себестоимость копеечная, вы сами знаете. Что такое дома там нарасти? Ничего почти не стоит. А продать можно очень за хорошие деньги, тем более столько маркетинга, столько чудес, столько всего информации и так далее, подогревается интерес и все остальное прочее. То есть это я специально сделал, потому что информация бывает очень-очень разная. Только оставил там наверху что-то. Вот какая бактерия входит в состав азотовида правильного. И именно эта бактерия нарисована у меня на этикетке. И она же у меня налита, потому что она высевается оттуда, нарастает оттуда хорошо, и это действительно она. Существует два основных препарата азотфиксирующих бактерий, то есть биологического азотного удобрения. Это азотовид и азофит. У азофита как раз азотобактер, немножечко другая бактерия. И я очень хочу вам рассказать, чем они отличаются. У них есть одна большая разница, и очень существенная для нас. И в том и другом препарате, я про него чуть позже скажу тоже, но про этот препарат. Это фиксация азота, питание растений. Собственно говоря, все азотфиксаторы для этого и предназначены. Второе, что есть у этой бактерии, это ее антибиотическая активность. Она и профилактирует, и излечивает от не широкого спектра, но все-таки почвенных каких-то патогенчиков она хорошо придушивает. В том числе и некоторые разновидности черной ножки. Поэтому антагонизм у нее тоже есть. Это и азотное удобрение, и средства защиты растений. Она находится в зоне ризосферы, живет. И она обладает очень хорошим ростостимулирующим эффектом. Ее ростостимулирующий эффект проявляется как раз на ранней стадии развития растений в основном. И заключается он в очень хорошей стимуляции нарастания корневой массы. Корни, ну понятно, что корни большие, то потом и вершки будут хорошие, большие. То есть она очень хорошо стимулирует рост корней. Стимулирует иммунитет самого растения в том числе. Она достаточно хорошо ассоциирована. Знаете, есть симбионты, как азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Они вообще просто в почве жить не могут. Они могут жить только в клубеньках бобовых растений. Есть свободно живущие азотфиксаторы. Есть растения. Нет растения. Это вот азотобактер. Ему все равно. Он в голой почве вырастет без проблем. Лишь бы ему было что кушать. А есть ассоциированные ризосферные бактерии. Это как раз такая. Она не то чтобы в симбиозе, не то чтобы внутри растения живет, не то чтобы без него обойтись не может. Но в присутствии растения она растет очень хорошо. И у подобного рода бактерий, препаратов, действие комплексное проявляется гораздо лучше. Гораздо более комплексный эффект. И самое главное, полезное, что у этой бактерии есть, это то, что она выдерживает высокую кислотность. Вот азофит, то есть бактерии азотобактер, они совершенно не выносят кислых почв. А это замечательно выносит. И самое главное ее свойство для нас полезное, что она, а, выдерживает высокую кислотность, и, б, она входит в ассоциации метанотрофных бактерий, которые подъедают метан. Где нам это может очень пригодиться? В нашей зеленой бродилке. Потому что она обладает кислой средой, там кислоты образуются органические, там далеко не все может расти в этой травяной бродилке. И, б, там, если с этой бродилкой немножечко опоздать, там начнется, вот это брожение анаэробное, из фазы образования кислот может перейти в фазу образования метана. То есть мы превратим это в биореактор, для добычи биогаза. А нам это, в общем-то, не очень-то надо. И вот если мы будем заселять эту бактерию в эту самую нашу бродилку, она там будет очень кстати. Очень кстати. Потому что она нам будет там азот фиксировать, и она там будет создавать очень благоприятные условия для жизни других бактерий. И даже если мы перейдем в метаногенную вот эту фазу, она просто будет все это использовать в качестве собственного питания на наращивание своей биомассы. Потому что в ту же бродилку класть азофит, азотобактер, ну нет никакого смысла. Там для него, хоть и питания много, но вот эта кислотность является неблагоприятным фактором. Мой вопрос? Да. А какое количество ложится в тару? За литра на литр? Все препараты в первоначальной стадии какой-то хорошо работают в разведении 1 к 100. Вот если вы что-то куда-то 1 к 100 кладете, вот у вас есть культура, да, которая уже хорошо наросла. Хорошо наросла, раствор стал мутным, да. Если он сделался основательно мутным, и на завтра более мутным он уже не делается, значит, вы достигли какого-то потолка с учетом того, сколько питания вы туда этим бактериям положили. И если вы разбавите его 1 к 100, то есть на 100 литров литр вольете, то это будет означать, что вы достаточное количество внесли туда исходной культуры для того, чтобы она там не загнулась, не была задавлена там какой-то конкурентной микрофлорой. Поэтому это проще всего, да, запомнить, что это 1 к 100. Если вы все разбавляете домашнее 1 к 100, это будет хорошей концентрацией. А добавлять, что для кормления надо? Там все в бродилке будет. Если речь идет о бродилке, то в самой бродилке будет. А растворы, я говорю обо всех препаратах, которые замечательно растут на растворе комнатного удобрения для комнатных растений, желательно с микроэлементами, на литр воды щепоточку соли поваренной, потому что в удобрениях, как правило, натрия и хлора нету, поскольку это все-таки довольно вредные элементы в избытке для растений. А бактериям, грибочкам они нужны. Ну, в отрубях хватит там натрия и хлора. А вот в этот раствор щепоточку соли можно забросить. Поваренной соли. В раствор для выращивания. Жидкого, да? Да, да, жидкого. Она уже выросла, мутная. Не, нет. До того, как вы ее заселите, когда вы делаете питательный раствор, по инструкции разводите удобрение и на литр воды щепоточку соли бросили. А что лучше, удобрение или картофельный отвар? Удобрение надежней, скажем так, потому что в картофельном отваре любят разводиться дрожжи, любят разводиться какая-то... Что вы там на ложках, чашках, там еще на чем-то вы туда внесете. Поэтому опыт показывает, что на аскетичных средах, в домашних условиях, препараты получаются лучше. Потому что вы туда ахаете большую концентрацию исходной культуры, да, закваски, и она там начинает расти. А пока там что-то еще расчухается в отсутствии этого нормального питания, размножится. Она там уже заберет все преимущественно себя. Поэтому не проблема. А удобрение, извините, жидкое? Или удобрение? Ну, лучше всего жидкое. Его отдозировать проще всего. Потому что на нем написано, сколько колпачков, на какое количество воды надо разбавить. Потому что все остальное, вы же его должны там 20 грамм, там на 10 литров, там что-то поделить. Конечно, если вы возьмете комплексное удобрение, там парциально, да, там если мы берем 15-20 грамм на 10 литров, почему мы такой раствор берем? Он корни не жгет. Да, он корни не жгет, он и бактерии не пожгет. Потому что если взять гипертонические растворы, слишком концентрированные, то бактерии там размножаться и грибы не будут, им просто будет слишком солено. Не в смысле вкус поваренной соли, а просто концентрация солей будет слишком высокая. То есть оптимальным вариантом является вот такое разбавление, как написано на жидких удобрениях. Как правило, они еще содержат и микроэлементы. Только не берите с гуматами. То есть если есть вариант без гуматов, значит лучше возьмите без гуматов только минеральную соль. У вас еще много вопросов. Вы говорили, что добавляете к рахмалу, сахар? Сахар, да. Источник энергии нужен всем, кроме хлорелы. Она себе источник энергии насинтезирует сама. Сейчас поговорим, чуть-чуть позже дойдем до этого. Азофит, да. Вот это как раз азотобактер. Он тоже азот фиксирует, он тоже осуществляет профилактики, выделяет, а он дает сигналы для самого растения, то есть стимулирует его иммунитет. Ну, как превикурэнерджи какой-нибудь, да. Превикурэнерджи тоже сам никого не убивает. Он стимулирует защитные силы самого растения. Поэтому в этом смысле эти бактерии работают подобным же образом. Он также ускоряет созревание растений, то есть он имеет очень сильный гормональный, создает сильный гормональный фон растения. То есть он не столько сам, сколько влияет на растения, чтобы они иначе себя вели, когда с ними встречается. Предупреждает накопление нитратов и нитритов в растениях, это очень хорошая его функция. Если азота много, он его сам съедает очень быстро. Если азота нет, начинает азот фиксировать. То есть вы его заселили, и он уже, то есть у вас растения будут постоянно иметь какую-то азотную подпитку, то есть азотного голодания там уже не будет никогда. Но и переизбытка азота не будет. Это нужно тогда, когда есть риски жирования томатов. То есть если вы делаете азотные подкормки, если вы добавили какую-то пролонгированную органику, которая будет долго подпитывать, и вам надо избежать жирования томатов, лучше заселите туда этого азотобактера, и он вам подбалансирует содержание этого азота. Лишний поглотит, когда его будет нехватка, он его отдаст растению. И, как ни странно, но он стимулирует увеличение синтеза витамина в овощной продукции. Какой механизм, если честно, не знаю, но статьи есть, которые это показывают. Закончил? У меня к тебе просьба, принеси, пожалуйста, эти фрикадельки сюда на стол, те и другие. Они в 204-й, на стуле и на батарее. Может, там, сестра и кукуруза? Есть. Есть. Но она осталась для тех, кто иногороднее. Минские вроде как все приехали и взяли. Кто просил? Не все. Не все? На самом деле захотела и прислала свои адреса почтовые. Всего-навсего 8 человек. А вот это вы. А подальше? Всего-навсего 8 человек. По-моему, 2 минчанина приехала, забрала лично. И у меня осталось 6 пакетиков, которые на днях планирую выслать по адресам. Но они все иногородние. Минчан там не осталось. Вот. Следующий препарат. Это фосфатовид. А можно вопрос? А вот азотовид и азофит, их можно комбинировать? Можно. Они дружат. Другое дело, если вы добавите в бродилку их, то, в общем, там один из них помрет, останется другой. А если поливать почву, они абсолютно дружат. Все друг с другом. Вообще, бактериальные препараты преимущественно друг с другом дружат. Все. Вот с грибами не все, а с бактерией друг с другом в основном все дружат. Фосфатовид. Вы тоже получите небольшое количество закваски. Как их пользоваться? Что могу сказать по этому поводу? Ну, в ролике там кто-то видел, да, как я сеял на среду с фосфатом нерастворимым, этот фосфатовид, и долго-долго ждал, пока там какая-то будет мобилизация. На самом деле, я потом взял концентрацию в 10 раз больше и еще раз засеял, да. И несколько колоний из этого препарата все-таки выросло. Те, которые... То есть там колоний моря, да, то есть на чашке Петри бактерий много выросло этих колоний, и единичные, под которыми все-таки произошла мобилизация фосфатов. Ну, что я сделал? Я собрал те, которые единичные, отсеял в отдельную культуру и наболтал закваску. Потому что, ну, как видите, да, на самом деле проблема качества этих препаратов, она существует, она есть. Как бы производители не обижались, что бы они не говорили, и так далее, и так далее. Контоминация в процессе налива, контоминация в процессе, там, еще что-то, не знаю в процессе чего. Но факт то, что вот такая там ситуация происходит. Поэтому, по крайней мере, то, что я вам налил, да, оно мобилизует капитально. Вот. Как долго у него можно это пересаживать, насколько долго его хватит? Ну, на какое-то время фосфатовита точно хватит, потому что он это свойство не особо утрачивает. Оно, так сказать, у него в генах, там, да, очень крепко зашито. Вот. Поэтому можно надеяться, что на сезон вам вот эта пересадочная культура, когда вы будете пересаживать и азота, и фосфатовита, эту сложную бактерию, которую в бродиловку, и эту, то есть вы можете пересаживать ее столько, сколько хотите. Главное, чтобы у вас там дрожжи не начали расти. Но дрожжи всегда легко узнать. Сейчас начинать? Или можно ее... Можете и сейчас начинать. Уже же рассада пошла. Поливайте, обогащайте. Представляете, вот вы же рассаду землей из плошечки взяли, пересадили. Так вы же бактерии этих всех туда пересадили, понимаете? Они же там будут создавать им только благоприятные условия, они там будут поддерживаться. Они же корни заселяют, да, то есть они прилипают к корням и на корнях живут. Или посеве тоже можно земля. Да, или вот маленькая плошечка, пролили это все аккуратненько, одним, через недельку другим, чтобы оно там все прижилось, создало такие консорциумы, сообщество этих полезных бактерий, чтобы вытеснили, не дали там жить ничему остальному, и они так и будут. Что, что? Калькулятор для рассады. Калькулятор, да. Что, чем? Чем, зачем? А то сейчас в голове это будет. Понятно, что они, главная функция, это растворение фосфатов, и они дают, соответственно, все преимущества, которые дают фосфаты. Да, это и повышение иммунитета, и увеличение качества продукции, накопление сахаров, и увеличение продуктивности, и все-все-все остальное. Да, то есть это вот та проблема, когда мы говорим, фосфатами кормим, 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 только кроме вершинки ничего не получили, да, хорошего. То есть это как раз решает полностью все вот эти проблемы. Они создают хорошую конкуренцию патогенам. Кроме того, это спорообразующая бактерия, ее ничем не убьешь, ее можно даже немножко кипятить. Да, скажем так, если вы сомневаетесь в чистоте вашей культуры, возьмите, заселите, и доведите почти до кипения. И она все равно вырастет, потому что споры выдерживают температуру до 120 градусов, кратковременную. Это спорообразующая бактерия. Поэтому все умрет, дрожжи умрут, посторонняя микрофлора умрет, а бактерия эта останется. Поэтому то, что если вы уже сомневаетесь, что у вас, ну то есть думаете, что у вас там что-то постороннее могло быть, то там через пятый на шестой пассаж, или просто заселите в горячий раствор. То есть эту закваску булькните в горячий раствор. При температуре 70-80 градусов дрожжи и большинство посторонней микрофлоры, кроме споровой, просто помрет там. Поэтому вы как бы очистите, самоочищение сделаете этого препарата. С другими нельзя, с этими можно. Просто в силу того, что это споровая бактерия, такая же, как и синая палочка. Синая палочка кипячения выдерживает кратковременно, 10-минутное кипячение, синая палочка выдерживает прекрасно. Она так и выделяется на самом деле. Кипятят-то солому, сено кипятят. 10 минут кипятить надо в бульоне, а потом ждать, что что-то вырастет. И надеяться, что то, что выросло, является сенной палочкой. На самом деле там выделяется что угодно, а сену еще надо поискать в этом вареном сене. Формирование структуры почвы, структурирование за счет растворения, она ведь не только кальция фосфат растворяет, она и мел растворяет, она и железо фосфат растворяет, она и алюминий фосфат растворяет, и многие-многие другие соли, и гипс растворяется, и так далее. Поэтому, конечно, она оказывает существенное влияние на структуру почвы. Ну и, кроме того, как бациллы и родственные ей типаени бациллус, она обладает антибиотической активностью не очень сильно, не такой, как фитоспорин или иже с ними препараты, но все-таки в том числе обладает антибиотической активностью в отношении некоторых патогенов. Поэтому здесь и у этого препарата сохраняется принцип комплексного действия. Можете вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот фосфатамид, вот можно в зеленой такой вот баночке, его можно выращивать вот так, азотофит? Как любой препарат, содержащий активное начало, выращивать его безусловно можно. Можно. То есть, если там живые клетки или споры, или то и другое есть, значит, их можно разогнать, размножить, создать для них условия и все это сделать. Пседомоноспутида, да? Я как-то в одном из роликов, когда говорил о можно ли класть эти листья ореха грецкого в компост, да, и использовать в качестве мульчи, я упоминал путиду в целом, да, как вид, что для пседомоноспутида в том числе характерно питание с всевозможными экзотическими органическими веществами, в том числе и теми веществами, которые юглоном, которые содержатся в листьях, там, кожуре грецкого ореха, и которые как раз оказывают такое сильное лилопатическое влияние на другие растения, угнетает их рост и развитие. То есть на основе этого юглона даже делаются попытки создания биологических гербицидов, то есть высокую концентрацию юглона сорнячки будут обрабатывать, и они будут, по крайней мере, переставать расти, давать основной культуре возможность вырасти лучше, ну и дальше конкуренция пошла, и все, они уже преимущества сорняки не имеют. Так вот, эта путида способна даже потреблять этот юглон. Понятно, что юглон не единственный, а он есть не только у грецкого ореха, этот юглон есть и у других растений, но просто, что называли его юглон по латинскому номинованию ореха. Соответственно, она способна разрушать вот подобного рода вещества. Почему она еще хороша? Если вы, например, выращиваете там долго-долго томата, а потом посадили что-то еще, да, в эту теплицу, огурцы, например, то они могут и не очень-то хорошо расти. Потому что за время культивирования томата там выделялось такое количество, все растения выделяют аллелопатические вещества, просто какие-то больше, какие-то меньше. Какие-то дружат с этой аллелопатией, какие-то не дружат, да. И вот, когда происходит какая-то монокультура в теплице, в том же защищенном грунте, то там идет и накопление вот этих веществ. Они уже, эти вещества и на сам томат могут начинать воздействовать негативно. Ну, понятно, что они же выделяют не только вещества для питания бактерий, не только вещества для, там, защитных каких-то функций этих корней от патогенов, но они выделяют еще какие-то вредные для себя вещества, которые им уже метаболиты не нужны, да. И они в конце концов накопятся в теплице, и томат перестанет нормально там плодоносить. Их надо разрушить. Чем разрушить? Ну, вот, естественно, что разные бактерии, та же путида, может естественным образом жить в самой почве. Создавая благоприятные условия, мы, соответственно, создаем условия для разрушения этих вредных веществ. Ну, по крайней мере, вот конкретно этот препарат путида, вы его еще нигде не купите, нигде не достанете, нигде ничего, но вот сможете немножечко размножать. Вот он, во-первых, он выделяет пиавердин. То есть это уже хорошее качество, ну, я о нем поговорил отдельно. Во-вторых, он борется с нематодой. Поэтому в защищенном грунте его надо наращивать ведрами, понимаете, ведра, ничего не стоит вам абсолютно. Берете бутылку пятилитровую от воды, да, можете даже в эту же воду, например, там, питьевую, да, если денег не жалко, там, энное количество рублей, на, ну, бутылку питьевой воды, она без хлора. У нас бутылированная вода не хлорируется, ни в коем случае. Вот, делаете там стандартный раствор удобрений, кладете туда сахар, только бутылка должна быть наполнена, ну, наполовину, ну, максимум на две трети, потому что там должен быть воздух, она дышащая, да, аэробная для воздухообмена. Можете ее закрыть, на бочок положить, для того, чтобы площадь у вас газообмена была побольше. Каждый день, значит, вы ее потрясли, открыли, подержали открытой для воздухообмена немножечко, закрыли, потрясли, положили снова. Если тепло, если все хорошо сделано, через 3-4 дня у вас жидкость превращается в мутную, да, как будто вы там, ну, не знаю, картошку поварили или макароны поварили, да, то есть она мутная, сейчас на фотографиях покажу. Все, она у вас уже наросла. Разбавляйте 1 к 100, используйте для полива. Вот если вы поливаете вручную, хоть в каждый полив добавляйте. Затем часть разбавил, а вот основной сам раствор, он потихонечку, если он съел все удобрение, начинает умирать? Он не будет умирать, он замрет, да, на какое-то время. Понятно, если вы его будете хранить слишком долго, ну, все клетки там не умрут. Никогда. Другое дело, что нам же важны не только клетки, нам важна вот эта вся жижа, да, в которой как раз пиавердин будет. Поэтому вообще биологические препараты лучше долго не хранить. Ну, как кефир, да, уже перекиснет, и все уже будет, все плохо. То есть чем он... То есть чем он... Нет, вы его можете сейчас вырастить и месяца 3-4 в этой бутылке подержать, без проблем абсолютно. А можно попозже, наверное, то есть вы можете непосредственно... А чем хранить? Чем вот хранение, чем холоднее будет, да, там до уровня заморозки, тем лучше. Потому что там все остановится, и окисление остановится, просто кинетико-химическая реакция, чем ниже температура, тем медленнее реакция идет. И ее жизнедеятельность остановится, она просто замрет, будет находиться в каком-то латентном состоянии, и все. А наращивание при какой температуре? Ну, в лаборатории мы наращиваем на 28, и вырастает на за сутки. Если она аэрируется, то есть встряхивается, да, и температура 28, она из-за 12 часов нарастет, так что уже больше ее там не вырастет. Но за сутки нарастает. Ну, понятно, если это 18 градусов, то, конечно, она будет расти не сутки, она будет 3-4 дня расти. Вы наверное эти шарики сколько расходовать сейчас? Можете весь. Но это грибочки, шарики с грибочками. Шарики с грибочками. А это жидкость? Отдельно нам скажут, это шарик на 5-литонную буты? А потом вам скажут, где во сколько разводится? Подождите. Это бактерия в жидкости. А в шариках только грибочки, споровая мицелляльная масса. Она не вырождается быстро? Путида? Нет. Вот вырождается, достаточно быстро вырождается синая палочка. Поэтому имейте флакон закваски и наращивайте препарат дома, непосредственно перед применением. А закваску держите в холодильнике. Закончилось, пошли в магазин, купили бутылку, наращиваете снова. Но, понимаете, если вам нужен колпачок этого фитоспорина на 6 литров, ну так, боже мой, о чём мы вообще говорим? Стоит ли вообще задумываться о покупке этой закваски? В принципе, да? Да, получается, фитоспорин в пасте безнадёжный. Нет, почему? Он разгоняется очень хорошо. Ну, получается, пока. У меня устаривались какие-то мухи. Мухи. Ну, смотрите, я купил первый попавшийся и выделил оттуда замечательных спор, но там очень много спор. Живых клеток там нету, которые бы там... Ну, ведь делается это методически, всё очень просто. Делается раствор, как производитель написал, тут же берётся капелька на предметное стекло и микроскопируется. Бегает там что-то или не бегает? Ничего не бегает. Ну, нет, не бегает. Споры плавают. А бактерии живые, они же подвижные, синая палочка. Ну, нету их там. Нету. Но зато оно постояло, понимаете, там 6 часов и уже всё бегает. Уже всё замечательно бегает. Понимаете? Другое дело, что, чтобы толк был, надо же, чтобы оно побегало. И побегало не 2-3 часа, да, 6, а чтобы оно там несколько суток побегало, чтобы оно в эту жидкость насинтезировало всего и побольше. Больше месяца. Значит, нету. Значит, нету. А при каком увеличении можно увидеть? Тысяча. Тысяча. Тысячное увеличение бегает, вьётся. Мы с детьми на видео это всё снимаем, как оно там бегает и крутится, и вертится. Ну, знаете, детям же интересно с рук капельки воды, ну, просто водой помыли, да, с чашечки Петри, и там всё кишит и бегает. Вот. Но это не страшно, я всегда говорю, что это всё полезное, то есть оно живёт, чтобы другое не жило, поэтому всё хорошо. Она обладает, благодаря в том числе пиавердину, сильным антагонизмом против грибов и бактерий, и она, конечно, обладает мощной стимуляцией роста корней, благодаря выделению различных, ну, различные механизмы есть. Она очень хорошо стимулирует рост корней, поэтому и обмакнуть хорошо при пересадке, и подлить хорошо, и опрыскать хорошо, поэтому всё, всё хорошо. А как мы всё-таки разводим её, извините? Сейчас расскажу. Мы дошли до воспроизводства, да? Вот обыкновенная, хоть и в лаборатории, но элементарная домашняя система, да? Вот вам банка, вот туда столовая ложка налито была всего, вот три дня поросло, и вот в такое превратилось. То есть была вода, а стала вот такое. Чистая вода без ничего? Значит, полный. Как без ничего? Ну, в чистой воде без ничего, ничего и расти не будет. Выглядела как вода, да? То есть когда вы сделали раствор, выглядела она как вода в банке, потому что когда вы туда булькнули немножко удобрения для комнатных растений, ни цвет, ни мутность там не поменялось. Когда вы туда сахарку добавили, тоже ни цвет, ни мутность там ничего не поменялось. А через 3-4 дня вот оно становится вот таким образом. Вот тут растёт Пепепсидомоноспутида, да? Она такая жёлтенькая, из этого же пиавердина делается немножко. Более жёлтоватая. Будет доступна в этой презентации, нет? Наверное, будет. Всё от процветка зависит. Бактаген, соответственно, фосфатовид и азотовид. И хлорела, да? Вот эти банки как раз, я перед тем, как Тимофей начал оттуда разливать, вы оттуда, соответственно, все эти образцы и получите. Понятно, что это первый пассаж из бактерий, которые были выращены на чашках, были сделаны смывы, туда в хорошем титре, то есть количество булькнутый, поэтому там хорошие, чистенькие культуры. Вот. Насколько вы дома сможете поддерживать их, всё точно так же, как с кефиром, с простоквашей, со всем остальным. В холодильник поставил, держите. Вот. Три-четыре месяца, год. Ну, из годовой я ещё поднимаю вообще без проблем оттуда этих бактерий. Откнул петлю, посеял на чашку, всё выросло прекрасно. Как вы не знаете, да, да, чем лучше вы закройте, то есть когда холодно и поменьше кислорода, тогда оно впадает в спячку, не умирает, но впадает в спячку. И вот такие вот, как я говорю, фрикадельки, да? То есть это споровая масса триходермы с мицелием и метаризиума, которые я вчера стоял и, ой, крутил, да, как фрикадельки на суп. Ну, вот они, да? Вот такие вот. То есть там в составе находятся отруби овсяные, в триходерму добавлено ещё немножко бентонита, это наполнитель для кошек, для кошачьего туалета, комкующийся. То есть он, когда жидкий делается, он в такую глину превращается и очень хорошо с ним лепить всякие штуки. Вот. Ну, и там в метаризиуме, собственно говоря, там практически чистый, чистые отруби немножко добавил этих опилок, опилок мелких. Ну, просто для структурирования. Не почему-то ещё, они лучше высохли там, с влагой тогда полегче. Когда только кашка, да, это из-за трубей, она такая клёклая делается, очень долго сохнет. А когда ты туда добавляешь немножко опилочек, ну, оно на батарее... Ну, мне надо было побыстрее высушить, вот поэтому одни высохли, а вторые нет. Значит, что с этим делать? Значит, вы получите по 10 миллилитров. Я вам рекомендую, сделайте чуть меньше, чем пол-литра. Возьмите банку от горошка стеклянную, да, там, с крышкой. Ну, что-то очень простое. Сделайте стандартный раствор наш для выращивания бактерий в жидкой фазе. И эти все 10 миллилитров сразу же туда булькните. Стандартный раствор, извиняюсь, сейчас очковать. Вот как у нас удобрение. Обыкновенное комнатное, для комнатных растений удобрение. И на 1 литр из расчёта добавляете от чайной до столовой ложки сахара. То есть в этих пределах меньше чайной мало, больше столовой много. Да, уже законсервируют её. То есть вот в этих пределах вы можете... Почему я так говорю всегда? Потому что начинаются тяжбы. А у меня ложка большая, а у меня маленькая. А у меня с горочкой, а у меня без горочки. Ну, как это можно объяснить? Я же... Ну, а сколько именно грамм? 5 грамм на литр, да? Это вот оптимально. Это чайная ложка. Но на самом деле и с горочкой, и до столовой ложки вполне всё это выдерживает. Нормально. Значит, пол чайной ложки там... От пол чайной до целой чайной ложки вы туда можете положить. И маленькую щепоточку соли. Маленькую, вот буквально несколько крупиночек поваренной соли туда. И... Ну, оно вырастет и без неё, но всё-таки, если уж быть очень щепетильным, то с солью оно вырастет лучше. И этот шарик раскатывает куда? Нет. И из... Шарик... Простите. И из баночки в жидкую фазу это булькнуть туда. Поставить, закрыть, да, или бумажечкой накрыть, салфеточкой накрыть, крышкой накрыть. Если вы ставите там вот такое количество воздуха в пол-литровой банке, то вам более чем достаточно будет для того, чтобы оно это выдышало, да? Вам не хватит на один вдох, а бактериям хватит более чем. Для того, чтобы там нарасти как следует. Я беру вот эту банку бактаген, ну вот видите, бактаген, но это чуть больше, это 800 граммовка, да? Мне же надо, чтобы на всех хватило и не совсем уже по чайной ложечке там было. Я просто прихожу на работу, потрёс, да, банку открыл, чуть-чуть там, три минуты подержал, банку закрыл, потрёс, поставил. Но на третьи сутки оно уже там выросло, всё прекрасно, превосходно. И в холодильник. И дальше черпайте оттуда столько, сколько вам надо и когда вам надо. Хотите нарастить 5-6 литров, пожалуйста, налили в чистую воду с удобрением, с сахаром из расчёта. Влили туда столовую ложку, ну сделайте две, если вам завтра уже на дачу ехать, у вас сутки только есть, на то, чтобы нарасти. Чем больше вы положите, тем быстрее у вас вырастет. Чем больше вы положите, тем надёжнее у вас вырастет, меньше будет всякой конкурентной грязи. И всё, три дня подержали, сутки подержали, там уже их вон росло огромное количество. Никаких медуз? Это бактерии, никаких медуз нету. Никаких, это бактерии. Вот раз, два, три, четыре, это бактерии. Бактерии. Ни тежей, ни медуз? Ничего, просто мутная жидкость. Без неприятного запаха, без пузырения, без браги, без всего вот этого. Конечно, все мероприятия по асептике надо максимально соблюсти. То есть, вода кипячёная, банку обдать кипятком хотя бы, чтобы оттуда, ну, вы же все консервируете. Ну, вот сделайте всё точно так же, особенно в банку, самую первую. То есть, вот к самой первой банке, которую вы сейчас приготовите, куда, сделайте её максимально хорошо, без допусков и припусков, да, максимально хорошо сделайте. Потом, когда вы уже нарастили и захотите вылить под помидоры, там ещё что-то опрыскать, там уже можно допуски, да, какие-то делать, потому что это не будет пересадкой, это не будет дальнейшее размножение. А вот эту самую первую сделайте максимально тщательно. Значит, что с этими штучками делать, да? И чтобы дожить, чтобы прожить, температура... Я на 28 градусов ращу в термостате. В кабинете она у меня стоит на 18. Если у вас будет при батарее, вы поставите, будет 28, она у вас через сутки уже мутная сделается. Если вы её просто в комнате возле балкона оставите, то можете и трое, и четверо прождать. Естественно, пока она растёт. Угу. Хлорела по-другому. Хлорела. Это будет мазаринская. Вот тогда делаем раствор, то оттуда берём ложку на сколько? Ну, на 5 литров столовую ложку, да. Ложку вполне. Поболтали, поставили. Ну, если у вас есть 3-4 дня, столовую ложку. А если вам уже на завтра надо, ну, то тогда возьмите 2-3 столовые. Вы же кратно увеличите количество бактерий, которые заселите. Соответственно, будет эффективней. Что делать с фрикадельками с этими? Есть 2 варианта. Но я вам предлагаю один, то есть вырастить его не в жидкой фазе, а тоже в твёрдой фазе. Возьмите отруби, овсяные, в каждом магазине продаются. Когда, знаете, когда я на 1-6 часть суши, да, транслирую в ролике, я всегда там какие-то варианты говорю. Поскольку все меньшане или близкие гости столицы, у нас продаются овсяные отруби буквально в каждом магазине. Ну, замечательная среда для выращивания бактерий. Или хлопья. Отруби. Отруби. Но они-то дороже. Можете и хлопья взять. Тоже. Хотел про это... Вся разница в том, что отруби чуть-чуть меньше разбухают, да, превращаются в кашу, а хлопья очень быстро превращаются в кашу. Но вы можете взять и геркулес. Гомельские хлопья, каша, колос и гомельский геркулес прекрасно тоже еще и лучше, да. Можно хлопья прекрасно. Взяли на сковородочку и как семечки прожарили. Просто обжарили как семечки. Остыло, прям вот в банку вывалили, да, или в этой же сковородке, на которой жарили, там вы же одновременно все прожарили. Взяли из чайника кипяченой воды и немножечко налили. Но так, чтобы просто чуть-чуть увлажнилось. Не надо, чтобы оно мокрое было или чтобы вода там болталась, да, но просто, чтобы были влажные. Но чуть больше вы добавите, чуть меньше, это не имеет ключевого значения на самом деле никакого. Важно, чтобы, можно и сразу, ну просто, когда они горячие, они сразу в кашу превратятся, да, клеистеризуется крахмал и сразу в кашу. А так, когда остынут лучше. Прохладные, остывшие, ну можно теплые, неважно, ну чтобы не заварить в кашу это все дело. Увлажнили, пересыпали в пол-литровую банку, закопали туда эту фрикадельку, этот шарик и ждете, ждете, ну неделю ждете, чтобы вся... Не раскрешивайте? Ну можно раскрошить, можно раскрошить, да, закройте, чтобы споры оттуда, ну чтобы ничего туда, туда, чтобы ничего не летело. Хотите, бумажечкой закройте. Я закрывал и так, и так, и у меня все здорово растет, и бумажечкой, и всем. То есть, единственный нюанс какой, когда вы герметично закрываете, когда вся эта система превратилась у вас в кашу, у вас сформировалась анаэробная среда на дне, кислорода нет. А где нет кислорода, там очень активно начинают размножаться дрожжи, потому что они способны жить в анаэробной фазе. И бродят этот, этот сахар, который там внутри есть, ну не тот, туда не надо ничего класть, просто он есть в самом продукте. И появляется спиртовой запах. Поэтому, а, не надо переувлажнять, чтобы оно не слиплось все на дне. И б, ну возьмите периодически его так, потрясите эту банку, чтобы оно не слеживалось, да. Когда там уже триходерма разрастется, там уже никакая зараза не заселится. Она и шанса не даст, она очень конкурентна. Но надо сделать тоже первичную, вот эту хорошую, чистую, классную закваску, чтобы использовать ее как закваску, как инициирующую культуру, как материнскую культуру впоследствии. Точно так же можно взять пшеницу, можно взять перловку, ячневую крупу, да, перловку, можно взять что угодно. Важно, чтобы у вас снизу, да, не получилась прессованная каша. Потому что как бы вы ни жарили, что бы вы ни делали, у вас все равно есть риски того, что туда попадут дрожжи. Вода внизу болтается, ждите дрожжей, ждите вот этого спиртового запаха, значит не получилось. Ну, конечно, если триходерма у вас выросла, она победит эти дрожжи, она еще на них и вырастет потом хорошо. Главное, чтобы дрожжи не победили триходерму раньше, да. Надо, чтобы она разрослась. Вот этот шарик на половину полулитровой банки? Да, на половину полулитровой банки. Полу ложку на ведро уже пользуются? Нет, вы же должны будете, ну, смотря в какой фазе вы выращиваете, да. Вы растили ваточный раствор, чтобы уже хороший все? Вы имеете в виду в отрубях? Грибы. Грибы в отрубях. Ну, столовая ложка маловато будет, потому что все-таки это грибочки. Знаете, бактерии ПРС и их там миллиарды, да. Здесь все-таки, ну, вообще я бы не рекомендовал вам наращивать ведрами до тех пор, пока грибы, до тех пор, пока вы хорошо не научитесь это делать. Надо, чтобы рука наработалась, потому что в ведре отстерилизовать все это и содержать в чистоте достаточно сложно, да. Я бы наращивал какими-нибудь литровыми банками, например. Это то, как используем, чтобы развести в огород? Рассказываю. Берете пластмассовое ведро, на дне вот такой вот высоты наращиваю, клопья насыпаете простерилизованные, ведерко, пожалуйста, доместосом с хлором промойте, ну, просто как, чтобы отстерилизовать его. Насыпаете туда вот таким вот слоем не больше хлопья, там еще что-то прожаренное немножко, простите, заселяете туда триходерму. Разрослась триходерма. Держите на кухне, веранде, где угодно держите. Крышкой закрыли, хорошо притертой, да, плотненькой. А открыли, банан съели, туда. Кожуру какую-то, апельсин съели, туда. Ну, я бы только подсушивал, да, единственное, что, ну, если есть возможность на батарее подсушить, то подсушил. Почему? Потому что на кожуре цитрусовых полно пенициловых грибов. Ну, конечно, когда триходерма там уже выросла, когда она взяла вверх, она уже будет настолько быстро обрастать, зарастать, и пеницил, там, и все остальное, что риска контоминации не будет. Подкарливайте ее, там, картошка у вас холодная, не съели, туда ее. Ну, конечно, надо соблюдать баланс. То есть, вы набросали снова свежего вот таким слоем, оно обросло, тогда набрасываете снова. То есть, нельзя вот на такой слой триходермы набросать целое ведро с чего-то свежего. Она просто там, ей воздуха не будет, она не успеет это все обрасти, да. То есть, ее кормить не надо ничего мешать, она будет снизу вверх расти. Там будет споровая масса нарастать, здесь мицелиальная масса нарастает, и в конце концов, вы себе соберете, у вас такое подобие компоста какое-то получится, у меня вот уже в лаборатории, там, в банке нечто получилось. То есть, там, там сплошные споры и мицелий, там уже больше ничего нету, и дальше вы просто забираете этого, оно такое, знаете, пластилинообразное, в конце концов, получается все. Ни воды туда не надо лить, ничего, она дышит, она сама, сама там себе регулирует эту влажность, да. То есть, не надо, чтобы выпад этот был, да, то есть, никакой воды туда добавлять не надо, потом уже, когда вы туда что-то добрасываете, тем более, если вы что-то сочное туда добрасываете, те же очистки кожуры картофеля, там, овощные очистки, еще что-то. Самое главное, не наваливать много, да, то есть, если по чуть-чуть, да, там, три, три сантиметра, ну, то есть, понемножечку, понемножечку. Если у вас избыток очисток, положите, подсушите, потом их туда забросьте. Ну, в конце концов, выбросьте, ну, то есть, ну, не так это, то есть, вы же не очистки собираете для, да, то есть, они же нужны вам только как корм для триходермы, а не то, что у вас, а потом вы его используете, при посадке рассады, столовую ложку, щедро перемешали, это с большим избытком, но нам и нужны препараты с большим избытком. Люди, для меня положить вот эту вот хилую таблеточку глиоклодина под корни этого помидорика, знаете, ну, если бы я был более веселым человеком, я бы смеялся в голос, когда бы читал эти инструкции. Ну, 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 вот для меня это смешно, да, это просто плацебо какое-то, вы просто себя успокаиваете, что оно, да его в лаборатории невозможно нормально вырастить, не растет оно оттуда, а оно, так я в стерильные условия их кладу, а вы кладете его в этот котел биологический, эту таблеточку, ну, смешно, даже не о чем говорить, понимаете? Взяли горсть, столовую ложку, две, вымешали, пролили, отстоялось, обработали растения, опрыскали, потому что все равно споро-мицелиальная масса там будет. Взяли оттуда буквально немножечко вот этой споро-мицелиальной массы, заселили, пожалуйста, в жидкую фазу, в тоже удобренице, вот там уже будут медузы.